Светлана Королёва Даша считает, что поступила правильно. Тамара рассказывает Георгию и Свете, что из-за попытки покончить с собой Андрея переводят в психиатрическое отделение. Борис предлагает журналистке Ольге написать статью про то, что производство инсулина неблагоприятно скажется на экологической обстановке Кацинска. Ирена благодарит Михаила за добрые отношения с дочерью и надеется, что Ксения никогда не узнает, кто её настоящий отец. Ты лети, голубок, в поднебесную высь, ты лети, голубок, на все стороны, но смотри, не вернись, но смотри, не вернись, чёрным воронам. Всё прощается в любви, искупается любовью, очищается любовью, как полуденной грозой. Можно клясться на крови, можно врать, не двинув бровью, то, чего не смоешь кровью, вам ей смоется слезой. Ты лети, голубок, в поднебесную высь, ты лети, голубок, на все стороны, но смотри, не вернись, но смотри, не вернись, чёрным воронам. Ты лети, голубок, на все стороны, но смотри, не вернись, но смотри, не вернись, чёрным воронам. Твоя задача заключается в том, чтобы собрать факты, из которых будет следовать, что производство инсулина на этом заводе недопустимо. Я поняла, ты хочешь, чтобы производство инсулина так и не началось? Да. Не судьба на этом заводе производить лекарства. Ты знаешь, Миша, с Ксюшей стало так сложно. Иногда мне кажется, что мы с ней говорим на разных языках. И иногда вообще я думаю, что она меня ненавидит. Ой, ну ты преувеличиваешь. Иран, ты пойми, дети в этом переходном возрасте, они все не отличаются примерным поведением. Ну и Ксюха не исключение. Да, наверное, это прав. Только для меня слабое утешение, что у меня проблемы, как у всех. Я тебе уже говорил, ты почаще себя вспоминай в её возрасте. О, как давно это было. Знаешь, краски стираются, и сейчас мне кажется всё таким каким-то наивным, глупым. И наша дочь мне видится глупой и наивной девочкой. Андрей Аркач, я хочу, чтобы вы поняли, вы ни в чём не виноваты. Подождите, подождите, Светочка, послушайте меня внимательно. Я всю жизнь сидел у Тамары на шее. Андрюша. Сидел, сидел, не перебивай меня. Сидел, сидел. И тут она полюбила другого человека. Ну зачем ты? Ну а что? Полюбила. И правильно сделал, между прочим. Ну а сейчас из-за меня погиб человек, очень хороший парень. Лёша погиб не из-за вас. Это была случайность. Нет, не случайность. Это были мои поступки, в которые ему пришлось вмешаться. Ему пришлось вмешаться, потому что он милиционер. Это его профессия. Из-за меня погиб человек. И тут я вправе себя винить. И вы мне это запретить не можете. Так, теперь, когда я всё знаю, я могу сказать, что всё, что ты предлагаешь, достаточно трудновыполнимо. Ну, Олечка, если бы это было так просто, тебя бы никто не беспокоил. Интересно, а есть какая-нибудь информация, факты? Ты же понимаешь, что легче работать, когда есть зацепка. Не знаю, но, скорее всего, нет. Но этого, собственно, и не нужно. Ну, как же тогда? Олечка, ну ты как ребёнок. Мы же с тобой кто? Кто? Дворцы. А значит, любые недостающие факты мы можем создать. Заключение экспертов, показания свидетелей, статистика смертности в районе. Можно привести цифры. Увеличение случаев заболевания ОРЗ в детских садах. А это снижение иммунитета, согласись. Ну, может... Можно опросить учителей близлежащих школ. Они с удовольствием тебе расскажут о повышенном уровне утомляемости и пониженном уровне успеваемости их учеников. Понятно. Всё это можно свалить на экологию. Совершенно верно. И на какую-то абстрактную озоновую дыру, а на один конкретный завод. Я ещё не говорю о бездетности, аллергии. Ну, в общем, занимайся этим, Олечка. Будь в теме. Она подрастёт, успокоится, и всё у вас будет хорошо. Надолго ли? Хотелось бы, чтобы всех этих историй было поменьше. Ну, с такой хулиганкой, как она, я думаю, их ещё будет немало. Миша, глазам своим не верю. Она что, курит, что ли, да? Да подожди. Ну, да, наверное, курит. Ну, успокойся, в её возрасте все балуются. Да? А я против была в самом любом возрасте. Ирена, подожди, ну куда ты? А что я должна стоять и смотреть на эту красоту? Слушай, ну, давай я с ней поговорю. Давай, а ты пойдёшь домой, я найду нужные слова. Успокойся. Поговори. Да. Ну, только серьёзно. Да. Нет, хулиганка, это просто мало сказано. Ну, всё, всё, успокойся. Ладно, только поговори. Иди, иди. Скажите, а это обязательно переводить Андрея в психиатрическое отделение? Таковы правила. Послушайте, ну, ведь он абсолютно здоровый человек. Ну, если честно, нет. Иначе, почему он сделал то, что сделал? Послушайте, ну, я уверяю вас, что с ним всё в порядке. Дорогая моя, и вы меня тоже, поймите. Это временная, но необходимая мера. Ну, правила одинаковые для всех. А потом, это для вашего же спокойствия. Вы знаете, я живу с этим человеком 20 лет. Я уверяю вас, что… Голубушка, да при чём тут эти ваши 20 лет? Ну, некоторым жизни даже не хватает для того, чтобы себя изучить, не то, что друг друга. Сейчас с ним всё в порядке. Но это сейчас… Знаете что, вот поверьте, как только он окажется дома, он будет под постоянным моим присмотром. Я ни на секунду не оставлю его. Вы бросите работу? Ну, если понадобится… Ну, так же не бывает. Ну, зачем вы делаете обещание, которое потом не сможете выполнить? Вы же не сможете ни спать, ни ходить на работу. А если он опять сорвётся и всё повторится? Вы уверены, что вы в следующий раз окажетесь рядом с ним? А вы что думаете, что это может случиться ещё раз? Всё ясно. Буду работать. Вот и славно. А когда статья будет готова, не забудь прислать мне её почитать. А как только номер подпишут в печать, получишь свой гонорар. Договорились? Договорились, Борис Александрович. Как же можно с вами не договориться? Для вас, Олечка, просто Борис. Мы же коллеги. Борис, а можно я задам ещё один вопрос? Слушаю. Зачем вам всё это надо? Олечка, это надо тебе. Для того, чтобы заработать денег. А для чего это нужно мне, тебе не касается. Ещё вопросы есть? Нет. Нет. Больше вопросов у меня нет. Я могу идти работать? Конечно. Приступайте. Зря пряталась, я видел, что ты куришь. Будешь мне нотации читать? Ну, давай, давай, валяй. Расскажи мне, как это вредно. Расскажи мне, что ещё рожать предстоит. Да ничего я тебе не буду читать, никаких нотаций. Ты же взрослый человек, сама знаешь, что тебе делать, что не делать. Тем более, если ты помнишь, ты мне сама говорила, что ты куришь? Ну, помню. Так я тебе специально говорила, чтобы проверить, расскажешь ты маме или нет. Ну, проверила. Ну, ты не рассказал. Кроме тебя говрунов хватает. Да, тяжело живёт с принцессе в заточении. А что ты такой весёлый-то? Миллион выиграл? Да нет, ничего я не выиграл. Просто настроение хорошее. Рад, что тебя встретил. Не, ну я тоже рада тебя видеть. Но ты что, пришёл-то по делу или так? Ксюшка, я тебе открою секрет. Я приехал за тобой. За мной. Не надо было тебе сюда приходить. Почему? Разве я сказала что-то обидное? Светочка, вы что думаете, я не понимаю, что это Тамара попросила вас поговорить со мной. Зря вы всё это. Андрей Аркадьевич, Тамара меня ни о чём не просила. Я сама захотела с вами поговорить. Она мне только сказала, что вы сделали это из-за Лёши. Андрей Аркадьевич, ну как вы не понимаете, что здесь нет вашей вины? Милая моя, послушайте меня, пожалуйста. Я всю жизнь приносил одни только хлопоты. Тамара до того, как к Давыдову попала на двух работах, работала с утра до ночи. Никуда не ездила, не отдыхала. Я и тогда всем только мешал. Как вы можете так говорить? Могу. Могу, Светочка, потому что это правда. Мешал. А сейчас и твоя судьба сломана. И поломал её тоже я. Да ничего вы не поломали. Поломал, Светочка. Разве тебе не хочется, чтобы сейчас рядом с тобой здесь был твой Алексей? Привет. Привет. О, смотри, какие я теперь книжки читаю. Да, Растислава. Удивили. Ну а что? Знаешь, во время моей беременности вот таких хороших книг не было. Да зачем вам были такие книжки? Вы вон как справились. Отлично. Таких детей вырастили. Любая женщина обзавидуется. Ну спасибо тебе, детка. От своих детей таких комплиментов не услышишь. Как дела? Кажется, у нас всё в порядке. Да? Ну что ещё сказали в консультации? Ну, сказали, что мы развиваемся как по учебнику, поэтому им даже чуть-чуть скучно. Хорошо, что скучно. Сплюнь три раза через левое плечо. Веселиться потом будем на свадьбе, а уж когда малыш родится, будет одно сплошное веселье. Да, чувствую, скучать нам точно не придётся. А где Олег? Так он там, в кабинете какой-то сейчас договор согласовывали. Ты знаешь, ты его не беспокой. У него сейчас голова работы занята, только сама расстроишься. Ладно, хорошо. Дождусь, когда освободится. Вот, повезло моему сыну. С такой понимающей женой. Осталось только, Ирин Станиславович, привыкнуть к тому, что если уж полюбила Давыдова, привыкай его делить. Делить? Ксюшка, я приехал за тобой, вернее к тебе, чтобы задать один вопрос. Уже несколько дней мучаюсь. Ну, какой вопрос? Ты понимаешь, одна из моих сотрудниц уже несколько дней не выходит на работу. Не понимаю, почему. Ну, наверное, не хочет. А может быть, ей надоело. И вообще. М-м-м, и вообще. Понятно. Ксюш, ты меня извини, но ты могла бы меня как минимум предупредить. Я ведь на тебя рассчитывал. А что касается личной тебя, Ксения Давыдова, опять же, извини, ты меня разочаровываешь. Почему это? Да потому что я думал, ты действительно взрослый человек, а ты по-прежнему поступаешь, как капризный ребенок. Неправда. Я совершаю вполне взрослые поступки. Делаю только то, что хочу. Вот-вот. Именно дети так и поступают. А взрослые иногда вынуждены поступать так, как надо, а не так, как хочется. Улавливаешь разницу? Хорошо. Считай, что я деградирую. Превращаюсь в ребеночка. Нет, Ксюш, ты не деградируешь. Понимаешь, я ведь брал тебя на работу не для того, чтобы тебя развлечь или скрасить твой досуг. А потому что, во-первых, доверял тебе, а во-вторых, потому что мне действительно нужна была официантка. А ты ушла, как будто у меня драм-кружок или музыкальная школа. Это работа, понимаешь? Хорошо, Миша. Делаю тебе официальное заявление. Я хочу уволиться. Я вам еще раз объясняю. Правила таковы, что нам необходимо перевести вашего мужа в отделение психотерапии, чтобы не было рецидива. Ну... Но я надеюсь, что это ненадолго. Можете не беспокоиться. А вы знаете, сейчас у него моя знакомая, Светлана, и она объяснит ему, что с ним все в порядке, что он ни в чем не виноват. Конечно. Конечно, ваша знакомая может объяснить ему все, что угодно. И он может даже быть уверенным в том, что он действительно ни в чем не виноват. Правда. И искренне в это верить. Абсолютная правда. Только если с ним что-нибудь случится, кто за это будет отвечать? Ваша Света? Светочка, ну что, удалось убедить? Ты плачешь? Почему? Что-то случилось? Все в порядке. Ребята, каталку вот в ту палату, пожалуйста. Свет, ну, мне просто не удалось его переубедить. Я не нашла слова. Что ты имеешь в виду, Юлечка? С кем мы должны делить Давыдовых? Надо раз и навсегда смириться с мыслью, что ты в его жизни не одна. Но я хочу сказать, что у мужчин семьи Давыдовых работа на первом месте. А, я поняла. Фух, ты меня прям напугала. Я подумала, что... Что? У тебя все-таки есть другая женщина? Да я о другом. Фух. А, о другой? Нет, Ирэнс, Данислав, ну что вы? Ну что вы? Олегу я доверяю, как сама себе. И правильно делаешь. Это мне просто в голову всякая ерунда лезет. Нет, у нас все хорошо. Я вот знаете, что думаю? Думаю пойти на кухню и съесть что-нибудь солененькое. Конечно, конечно, давай. Вам не принести? Да нет, меня на солененькое не тянет. Алло? Саша, Сашенька, это я. Да, Ирана? Да, скажи мне, пожалуйста, ты сегодня будешь к ужину? Да нет, сегодня очень много дел, так что не ждите. А, то есть ты поздно, да? Да, я буду поздно. Жалко. Ну ладно. Целую тебя. Пока. Если уж полюбила Давыдова, привыкай его делить. Значит, ты все-таки решила уволиться. Ну что ж, я не имею права тебя задерживать. Хотя, не скрою, мне очень жаль. Мне тоже. Ксюша, все-таки я бы попросил тебя, ты не могла бы отработать две недели, пока я не найду замену. Миша, почему он так поступил, а? Этот вопрос задают себе все женщины мира и, к сожалению, не находят на него ответа. Почему? Ну, потому что каждый раз ответ разный. Можно каждый день себя спрашивать, почему, и так и не докопаться до истины. И что делают все женщины мира? Что делают? Учатся, работают. Растят детей. Словом, продолжают жить. Да. Безрадостная перспективка. Ксюша, ты поверь, многое от тебя зависит. Ну ладно, пока. Что ты смотришь-то? Гадость опять какую-нибудь задумал? Ты оглох? Реанимел. Я вообще-то как-то с тобой разговор пытаюсь поддержать. А что ты молчишь? Сказать тебе что-ли нечего? Есть. Угу. Мне всегда есть что сказать. А позволь у тебя поинтересоваться. Нет, прости. Прости. Поинтересоваться нет. Давай как-нибудь в другой раз, ладно? Да я бы рад. Но боюсь, в другой раз не получится. Почему? Не смогу. Очень нужна твоя помощь. Можно тебя кое о чем спросить? Ну, спрашиваю. А что ты делаешь сегодня вечером? А ты что, поухаживать за мной решил, да? А ты возражаешь? Юля, ну все равно мне кажется, что ты какая-то взволнованная. Я не взволнованная. Я просто заведена, как гоночная машина. Почему? У тебя же все нормально. Знаешь, вот сегодня, когда я была в консультации, у меня сложилось такое впечатление, что абсолютно все пытаются меня запугать. Юль, ну чем тебя можно запугать? Все говорили про то, как страшно рожать, Нина. А ты-то чего боишься? Тебе же сказали, что у тебя все нормально. Да, мне сказали, что у меня все хорошо. Все в порядке. Я также слышала, что даже если беременность проходит спокойно и гладко, даже врачи не знают, что будет во время родов. Юль, не заморачивай себе голову. У тебя все будет хорошо. Вот я, например, готова выдержать все, что угодно. Юль, ну это такое счастье. У меня ребенок или счастье, ты права. Но страшно же. Ну правда, так страшно. Это еще Олег. А что Олег? Не обращает никакого внимания, он не занимается, он все время занят. Вот даже когда он меня обнимает, у меня такое впечатление, что он не меня обнимает, а свои проекты. Юль, ну что сделать? Привыкай. У мужчин работа всегда на первом месте. И все равно. У него же будущая жена беременная. Ну можно же побольше внимания, нежности какой-то. Юлечка, ну пойми его тоже. Ну пойми, он же действительно серьезно занят. Ну да. Просто если бы он был со мной почаще, мне было бы не так страшно. Ну как там? Что Андрей? Перевели в психиатрическое отделение. Я пыталась поговорить с врачом, уговорить, чтобы этого не делали, но он ни в какую говорит, что там такой порядок. Мать же ненадолго. Ты не переживай, все наладится. Поехали. Надо закрыть дверь. Зачем? Раньше тебя такие вещи не воловали. Молодости. Молодости. Ты любила экстрим. Ну разве так ухаживай? Боря, тебе всегда не хватало изобретательности, галантности. Тебе разве когда-нибудь это было нужно? Мне всегда это было нужно. Не забывай, что я женщина. Ты? Да. Ты женщина. По половым признакам. По каким бы признакам я не была женщиной, тебе надо быть чуточку внимательней. Некоторые мужья ходят с женами рожать. Не знаю. Мне кажется, это зря. Ну почему зря? Ну это, конечно, дело каждого. Главное тут внимание. Олег, ну не только рожать не пойдет со мной, он даже под окнами не постоит, чтобы меня поддержать. Знаешь, что он мне потом скажет? Малыш, ну что ты? Ну, я бы все равно ничем не помог. У меня были дела, важные встречи. Я же к тебе Эдика послал. Я уверена, он пошлет встречать в роддом ко мне Эдика. Правда. Слушай, а ты уже решила, где будешь рожать? Может, к родителям поехать? Ну, все-таки Англия, Юль. Знаешь, я тут наслушала всяких историй в этой консультации. И одна тетка, она уже родила первого ребенка в бассейне и собирается родить второго таким же способом. Роды в воде. Боже мой. Я вот знаешь, сколько книжек прочитала? Проштудировала очень внимательно всю литературу. Могу тебе сказать с полной ответственностью. Воду рожать и для тебя хорошо, для ребеночка. Это безболезненно. Такого стресса нет, понимаешь? Светочка, садись, мы подвезем тебя. Нет, спасибо. Я хочу пройтись немного. Мне тут недалеко. Ну, куда ты пойдешь? На ночь глядя. Ну, садись, садись, садись. Подвезем, вот до подъезда и прогуляешься. Георгий Александрович, ну, правда, я не замерзла. Спасибо вам. Я все-таки пойду. до завтра. До завтра. бедная девочка. Не надо было ей сюда ездить. Ну, сходила помочь. Не надо за это ее винить. Она поговорила с Андреем, что он сказал? Да дело не в том, что он сказал, а в том, что она сейчас всю душу себе выворачивала наизнанку. Она его пыталась убедить в том, что он ни в чем не виноват. Всколыхнула в себе все. Вот о чем я думаю. Да, я представляю, каково ей. Не представляешь, даже не пытайся. Она только-только начала успокаиваться. Тут опять, я когда говорила сегодня с врачом, она вышла из палаты, бледная, вот-вот расплачется. Господи, как же я устала. Поехали домой, а? Да, опять мы с тобой вдвоем, опять вместе, как я хотела. Я тоже. Только не такой, сын, но не такой. Как я устала, Боже. Поехали, поехали. Тома, поехали. Жор, я тоже не поеду. Я тоже хочу пройтись. Ты не волнуйся, езжай. Я доберусь. Дай мне сигаретку. Да. Да. Я тоже хочу sagрасти. И не зацrico. Удачи. 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 Ты ведь можешь, когда захочешь. С таким педагогом как же не смочь? Ты хочешь сказать, что я получу благодарность за обучение? Конечно. Но только после того, как я получу благодарность. За то удовольствие, с которым ты спишь с моим отцом. Кстати, твоим отцом, тебе есть чему поучиться у него. Как? Ну, раньше тебя все устраивало? Все познается в сравнении Боря. Да. Ну, что нам мешает с тобой сравнить еще раз? Ну, в общем, самое главное, что малыш попадает из воды в воду. Ну, то есть ему эта среда знакомая, понимаешь? Слушай, может быть, это преждевременно, но я еще не думала об этом вопросе. Правильно, правильно, Юлька. На, потрадишь, к воде мне расскажешь, я потом тоже так буду рожать. Она все слышала, ты представляешь? Подслушивала. Да. Я тебе все расскажу, все. Честное слово. Ну, вообще. Ну, слушай, Юлька, в конце концов, это твой выбор, делай, как тебе удобней. Ты вообще всегда любила придумать что-нибудь оригинальное, не как у всех. Ты мне прости, я все время про это говорю, потому что мне ужасно, 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 страшно рожать. Да, годы идут. А многое остается прежним. Ты по-прежнему прекрасно изображаешь страсти. Спасибо, милый. Это по привычке. Можешь называть это профессионализмом. Люблю выполнять свою работу на отлично. Если ты так работаешь, хотел бы я посмотреть, как ты расслабляешься. У тебя неплохо получается. Интересно, а папочке нравится? Если тебе интересно, можешь спросить у папочки при случае. При случае? Я при случае у него о многом спрошу. Можешь не сомневаться. И он мне ответит. И за это ответит. И за многое другое. Ой, как ты заговорил. Похоже, папочка тебя очень заводит. Заводит? Да нет, он меня не заводит. Он меня просто пищит. Ох, ох. Похоже, тебя это волнует гораздо больше, чем секс. Ну и что? Возможно. Ой, вот и Светочка. Как раз вовремя. Иду, иду, Светик. Вот умница. А я пирожков напекла. Твоих любим. Жилечка. Мальчик мой. Да. Дождалась. Вот у меня. Ну да, я на тебя посмотрю, миленький. Ой. Я приехал. Ну вот. Вот. И тебя повидала. А потом ты будешь такая счастливая. Ты будешь смеяться над тем, что ты боялась. Ну да, но все равно, понимаешь? Все равно. Юлия. Я подумала и решила, что ты обязательно должна мне разрешить присутствовать на родах. Что? Именно то, что ты слышала, да. Тебе обязательно. Где? На родах. А что такого? Я у тебя буду очень даже полезна. Во-первых, я помогу тебе украсить бассейн. Спокойно. Мы расставим цветы в вазах. Это раз. Во-вторых, я развешу твои любимые картинки. Это два. Ты будешь рожать и смотреть на них. А? Хорошо, я придумал. Что вы с ней? Я что-то подавилась. Ксюш, ну ты представь, Юля будет до картинок. Хорошо. Если не хотите картинок, мы помесим фотографии Олега. Отличная идея. А еще я принесу видеокамеру и все это буду снимать. Обязательно буду все показывать и хвастаться, что мой племянник их театр. Спасибо, Ксюш, очень здорово. Если ты мне разрешаешь. Лучшее место в первом ряду обеспечено. Ну, слава богу, спасибо тебе большое, спасибо. Ты не расстраивайся, когда я буду рожать, я тебя тоже позову. Да? Да, обязательно. Спасибо. Ты будешь давать мне дельный совет. Ну, хорошо, Ксюш. Ну, ладно, давайте, не скучайте. Да. Да. Ой. А я готова рожать где угодно. В воде, в степи, в поле, как бабы наши рожали. Лишь бы родить. Нин. У вас с Мишей все получится. Я точно знаю. Надеюсь. Если бы ты знала, как я ненавижу своего отца. И лютой ненавистью. Так прямо ненавидишь? Никогда, слышишь? Никогда я не смогу его простить. Ты же говорил, что твоя мать, она, она не... Мать? Она была абсолютно права. Кто он такой? Как он смел ее бросить? И меня. Я ненавидел его с того самого момента, как понял, что он нас бросил. Он мог бы найти миллион способов помочь мне так, чтобы она даже не узнала. Ее просто нужно было поместить в клинику, и мне не пришлось бы перебиваться на хлебе и воде. Я мог бы найти нормальную работу. А я вынужден был заботиться о ней. Зато теперь... Теперь ты можешь за себя постоять. Я... Я могу. Меня жизнь заставил. Этот щенок, выросший в сытости и роскоши, только и думает о том, как бы представить из себя благородного банкира, который помогает бедным. Ты про Олега. Сытый и изнеженный ворчук. И он, и его истеричная сестричка, они даже понятия не имеют, что такое жить без куска хлеба. И с матерью, которая при смерти на руках. В чем они виноваты? Им просто повезло, что они... Всем просто фантастически везет. Потрясающая удача, да? А Ирена? Ты его просто распирай, этот собственное великодушие. Ты мне как сын. Я приняла тебя как родного. Ты меня тошнит от этого их фальшивого благородства. Где они были, когда мне жрать нечего было? Ну, перестань. Я никогда тебя таким не видела. Ну, перестань. Пойдем со мной. Пойдем со мной. Ну, иди сюда. Иди, скорее, по-моему, ось на руку. Ну, иди сюда. Иди. Иди. Александр! Бабушка, ну что ты все суетишься? Ну, посиди со мной. Ну, скажешь тоже посиди. Ко мне внук приехал, а я посиди. Вот сейчас на стол накрою и тогда посижу. Ведь соскучился по домашней еде-то. Да не по домашней, а по твоей. Так же, как ты, никто готовить не умеет. Ну, давай, попробуй сначала. Ну что, быстро нас нашел? Ну, конечно. Особенно квартиру. Еще бы. На первом этаже. Слушай, я ж по запаху нашел. Я твой пироги заверстучую. Ты знаешь, у меня как сердце почувствовало. Я как будто знала. Тесто сегодня поставила. Представляешь? Я эти пироги все время вспоминал. Так, как ты готовишь, это просто супер. Ой, спасибо, милая, спасибо. И вот, Светочка-то вечером не ест, говорит, что она ночной едаться не хочет. А я вот сегодня вдруг пироги напекла. А сама думаю, чего это я напекла? А ты взял и приехал. Женя, ты о Свете дурно не думай. Она ничего плохого не сделала. Ничего. Слышишь? Ирин, с ней славна? Вы ко мне? Я? Нет. Я, простите, просто дверь была не заперта. Я, я... А, вы что-то хотели? Нет. Извините, я... Я пойду. Простите. Картины Репина не ждали? Бабушка, ну чего ты молчишь? Расскажи, как у тебя здоровье. Да что о моем здоровье? Расскажи, надо сейчас о вас думать. Вы молодые. Ну вот, мы и сами о себе и подумаем. А сейчас о тебе должны думать. Какой ты стал взрослый. Говоришь прямо, как отец. Ой, я уже не верила, что дождусь тебя. Бабушка, ну что ты такое говоришь? Я хочу тебе сказать, Женечка, что у меня никого, кроме вас, внуков, не осталось. И я хочу, чтобы у вас все было хорошо. Ну вот, мы взрослые и сами о себе можем подумать. Я тебе хочу сейчас рассказать про Свету, пока она не пришла. Ну и как ты думаешь, с какого момента нашего разговора она здесь? Не знаю. У меня такое ощущение, что мы как никогда близки к провалу. Саша? Ты дома? А где я должен быть? Нет, ну ты просто сказал, что я не должна тебя ждать, что ты сегодня будешь поздно, ты задерживаешься на работе. Ну, я подумал, я так мало времени провожу дома, ну ты решил все дела отложить на завтра. Ну, в конце концов, я на тебе женат, или на работе. Налей, налей. Спасибо. А ты где была, дорогая? Решила прогуляться? Подышать свежим воздухом? Нет, я... Я так спешил. Хотел тебя порадовать. Тебе это удалось. Ты самый замечательный муж. Я тебя обожаю. Женя, ты куда? Я потом зайду, бабушка. Светлана Королёва Светлана Королёва выходит из тюрьмы. Она не подозревает, что во всём, что с ней случилось, виновата её сводная сестра Рита. Олег любит Светлану, но не может оставить беременную невесту Юлию. Борис заказывает журналистке Ольге разгромную статью про строительство инсулинового завода. Он хочет на корню зарубить новый проект Олега. Света и Тамара приходят в больницу к Андрею. Света пытается убедить Андрея в том, что он не виноват в смерти Алексея. Борис и Рита не забыли о своих давних любовных отношениях. Они договариваются, что будут мстить Давыдовым вместе. Александр сообщает Ирине, что поздно вернётся домой. И она решает проверить. Ирена едет к Рите и застаёт там Бориса. Ты лети, голубок, Под небесную ввысь, Ты лети, голубок, На все стороны. Но смотри, не вернись, Но смотри, не вернись Чёрным воронам. Все прощается в любви, И скупается любовью, Очищается любовью, Как полуденной грозой. Можно клясться на крови, Можно врать, Не двинув бровью, То, чего не смоешь кровью, Вам ей смоется слезой. Ты лети, голубок, Под небесную ввысь, Ты лети, голубок, На все стороны. Но смотри, не вернись, Но смотри, не вернись Чёрным воронам. Ты лети, голубок, Под небесную ввысь, Ты лети, голубок, На все стороны. Но смотри, не вернись, но смотри, не вернись Черным воронам Прошло столько времени, а Женя меня так и не простил Не делай поспешных выводов Ты поговори с ним, он тебя выслушает и поймет Да он меня видеть не захотел Не то чтобы слушать Когда он вчера ушел, я поняла, что ему просто неприятно находиться со мной в одном доме Да со временем все образуется Мне кажется, он никогда меня не простит Да, как-то все это неудобно получилось с Ириной А что неудобного? Она сама сюда пришла Сама стала свидетельницей этой пикантной ситуации Да, ты прав, но ведь она же может кому-нибудь об этом рассказать А это, между прочим, не в наших интересах, чтобы об этом знали Ну, конечно Давай подумаем, как бы сделать так, чтобы она никому не рассказала Главное, чтобы... Чтобы Александр ничего не узнал Дорогая моя Уверяю тебя, вот кто-кто А Александр об этом точно ничего не узнает А что ты такой уверенный-то? Хотела бы я быть такой спокойной, как ты Просто Ирена не сможет вам объяснить Каким образом она оказалась в этой квартире Олег Как же я тебя люблю, а? Дай я тебе помогу А еще Тебя любит не только твоя будущая жена, но и твой малыш Я вас тоже очень люблю И малыш просил тебе кое-что сказать И что же он хотел мне сказать? Чтобы в следующий раз, когда его любимая мамочка Поедет к врачу Чтобы его любимая папочка Обязательно поехал с его мамочкой Да ты что? Да Так и сказал? Так и сказал, да Куда я здесь ехал? И что? А я тебе помогу Чем? Ну как чем? Мы так сядем За столом, втроем Ты, Женечка, я И за чаем В семейном кругу Побеседуем Бабулечка, если бы только это было возможно Да все будет хорошо, девочка моя Ну ты только ему расскажи вот все подробно И он тебя поймет Бабуля, милая Ты до сих пор не поняла, что все это бесполезно Он никогда меня не станет слушать Потому что он думает, что это я Убила папу Боря, мне пришла в голову гениальная идея Как нам с тобой себя вести дальше Да что ты, сгораю от любопытства Не надо иронизировать, лучше слушай меня внимательно Конечно, конечно Излагай Значит так А ты Сейчас Едешь, как ни в чем не бывало, в банк Хорошо Домой можно заеду переоденуть? Можно Спасибо Так вот Ты едешь в банк И чтобы меня там никто не искал Говоришь, что я поехала к Ирине Ну там по делам фонда Ну а что мне сказать, скажу А ты действительно собралась к ней ехать? Ну разумеется Буду ломать камень Малыш наш очень хочет Чтобы папочка наконец Узнал, что такое докторография А что это такое? Что-то новенькое Недавно изобрели Понимаешь, это такой метод Который позволяет услышать сердцебиение и крохи Ух ты Да, наука действительно шагнула далеко вперед Я рада, что ты заинтересовался Ну что, это значит, что ты поедешь На этот раз со мной в больницу Юль, я обязательно поеду с тобой Если только у меня будет возможность Я все поняла Так как возможности у тебя не будет Я снова поеду сама Светочка Наберись терпения Ты же старше его И должна быть мудрее Ну ведь, Женька, он же еще мальчишка Он еще и жизни-то не знает Но сейчас не важно, кто старше, кто младше Ты ничего не меняешь Конечно, это не важно Но нельзя же все пускать на самотек Ведь само-то не решится Бабуль Но желание разговаривать должно быть с обеих сторон А он меня игнорирует Что я могу сделать? Светочка, ты не только старшая сестра Но ты же еще женщина А ведь женщина может найти подход К самому строптивому упрямцу У меня просто нет сил Кому-либо что-то доказывать Даже собственному брату Она будет стесняться, переживать Извиняться, краснеть Ой Твои шутки сейчас совершенно неуместны Нам надо выяснить, что слышала Ирена Вернее, из какого места нашего вчерашнего разговора Ну, судя по тому, что мы с тобой до сих пор В этой уютной квартирке Я думаю, немного Ну, я надеюсь И вообще не вздумай сегодня вечером тут появляться Одного раза было вполне достаточно А что, тебе не понравилось? Или, может, было мало? Я ведь могу повторить При чем здесь это? А если подумают, что у нас с тобой серьезный роман Ведь ни тебе, ни мне этого совершенно не нужно Согласен? Не волнуйся, дорогая Чаще, чем мне этого захочется В этом уютном гнездышке я появляться не буду В доме Давыдова мне куда уютно Олег, я понимаю, у тебя много работы Ты очень занят, и у тебя нет времени Да У тебя новый проект, который отнимает очень много твоих сил Я все понимаю Просто я бы хотела, чтобы ты как-то Несмотря ни на что Уделил время и мне И съездил со мной Я прошу тебя Для тебя это так важно? Ты знаешь, это важно не только для меня или для него Это, в первую очередь, важно для тебя Для меня? Доктор сказал, что в нашей семье грядут перемены И отец должен это осознать Его жизнь тоже изменится Понимаешь, нужно послушать сердцебиение ребенка Для того, чтобы понять, насколько серьезные будут перемены Потому что в нашей семье теперь не два человека А три Юль, я это и так знаю И лишний раз мне напоминать об этом Не вижу никакой необходимости Ну нельзя, нельзя, чтобы опускались руки Ну, нельзя этого, слышишь? Потому что ведь Само собой это не решится, правильно? И не так страшно все, как это кажется Вот ты поговоришь и увидишь Что это может быть даже очень легко А как было легко в детстве? Бабуля У меня был один человек Которому никогда ничего не нужно было доказывать Ну, он умер Просто для меня очень важно, чтобы ты понял, что это за событие Ну хорошо, можно подумать, что мой или твой отцы тоже ходили и слушали копьются наши сердца Хуже от этого никому из нас не стало Лучше, кажется, тоже И что? Они стали нас меньше любить? Вот мой отец точно в роддом не ходил И твой, я думаю, тоже он Понимаешь, это было другое время Другие традиции Я бы не хотела Я бы не хотела, чтобы У нас Чтобы мы жили так же, как наши родители Юль Я не могу дать тебе другую жизнь Ты правильно сказала Времена изменились Это факт Такая жизнь, как сейчас, Олег Мне не нужна Я могла бы забыть об Андрее Он ушел, хотел жить своей жизнью Ну и жил бы себе, а я Ой, Тамара Семеновна Не думаю, что вы сейчас искренне Я говорю правду Простить себе не могу Всю жизнь себе исковеркала А разве вы могли бы иначе? Ой, Святуль, заботишься о человеке, заботишься Хочешь, чтобы ему было лучше Оказывается, что моя забота ему не нужна Она его обижает Ну, не мучайте вы себя Попытайтесь понять Любите ли вы Андрея Может быть, это не любовь А чувство долга Или жалость Света Я столько лет Забочусь об этом человеке Ты что думаешь, что я это делаю по инерции, что ли? Простите А любовь – это очень сложное чувство Иногда вообще бывает Так что Любишь двоих Тамара Семеновна, да что с вами? Свет, прости Прости, что на тебя накричала Ты права Я не люблю Андрея Даша Не забывай, пожалуйста, что в доме всегда должны быть свежие цветы Я помню, Рену Станиславовну Помнишь, да? Хорошо, что ты помнишь А что это такое, а? Я тебя спрашиваю, это что? Это розы Я вижу, что это розы Сколько дней они здесь стоят, эти розы? Они совершенно завяли Ну что ты молчишь? Давай, давай, убирай это все отсюда А это что такое? Почему, к чему бы я не прикоснулась, везде пыль Ты вообще не убираешься, да, Дарья? Ирина Станиславовна, я все делаю Вам показалось Запомни, моя дорогая Мне никогда ничего не кажется Здравствуйте Ирина Станиславовна, здравствуйте Рита Ты не представляешь себе, как это тяжело Жить с одним, а любить другого Не дай бог тебе когда-нибудь это испытать Да, Тамара Семеновна Душа рвется на части От невозможности чего-либо изменить Ты каждый день приходишь домой Как на каторгу отбывать свое наказание Я вас прекрасно понимаю А вечером закроешься в ванной Включишь душ И наревешься вдоволь Потом выключишь воду Вытрешь слезы И скорей в постель Так, чтобы муж красных глаз не заметил А потом начинаются долгие мучительные попытки уснуть Хоть я не была замужем, но я вас Очень хорошо понимаю Мне это Знакомо Свет, ты что хочешь сказать Что ты не любила Алешу Ой, Тамара, Семен, не спрашивайте меня ни о чем Ирина Станиславовна Я бы хотела с вами поговорить Ну, я слушаю тебя, Рита Садись Спасибо Мне кажется, я должна принести вам свои извинения За что? За вчерашнее Вам невольно пришлось стать свидетелем такого момента Ну что ты, Рита, тебе Тебе ведь Незачем передо мной извиняться, правда? Ну как? Как незачем? По моей вине вы оказались в такой Такой неловкой ситуации Да это скорее я должна извиниться перед тобой, что пришла в твой дом без приглашения Ну что вы Вы можете приходить ко мне хоть каждый день Я всегда рада вас видеть Спасибо Я надеюсь, что такая ситуация больше не повторится А как ты себя чувствуешь? Да ты знаешь, мне как-то нехорошо Нехорошо Конечно, нехорошо Давление у тебя опять подскочило Ну ничего Сейчас выпьешь таблетку И будет полегче На Держи Спасибо Что бы я без тебя делала? А теперь скажи Что на этот раз? Опять волновалась? Да, волновалась Я тебе обещаю, что я без предварительного звонка больше никогда Не вторгнусь в твой дом, чтобы не ставить ни тебя, ни себя в такое неловкое положение, как в этот раз Да, я вас понимаю Будем считать, что мы этот случай забыли? Я надеюсь Спасибо вам Но ведь вы приезжали вчера ко мне не просто так, а наверняка по какому-то важному делу А, да Да, у меня С фондом Да, я так и подумала Ну, собственно говоря, поэтому я сегодня и приехала, чтобы вам помочь А, да, там кое-какие вопросы, которые мне без тебя очень трудно решить Ну, вот замечательно Мы можем с вами приступить к этим вопросам, у меня есть немножко времени Ну, хорошо Просто все документы у меня там, в библиотеке А, хорошо Внук приехал И ты на радостях решила слечь с давлением, да? Что-то я тебя не понимаю То ты от одного известия о приезде Жени чуть ли не порхала А теперь, когда он здесь, когда приехал, ты как бы ему и не рада Да нет, ты меня не понял Я ему рада Меня другой беспокоит Знаешь, Женя никак не может помириться со Светой Он ее видеть не хочет Он вон ушел в гостиницу жить И здесь не остался даже ради меня Нет, я не понимаю Как-то в такой замечательной семье Сложились такие сложные и тяжелые отношения Да, Нин Вы меня вчера удивили С Юлей Своими разговорами Ничего особенного мы не делали Мы просто говорили о женских проблемах, о беременности, о родах, о всего-то Угу Особенно Ксюшке было все это интересно Вот такие уши распластало Ничего, ничего Ей полезно В 16 лет? Зачем? Ну, а то уж когда-нибудь станет мамой Ну, а что? Пускай видит, какие эмоции испытывает женщина в период беременности Да, особенно хорошая идея в воде рожать Ну, и что? Что здесь особенного? Способ нетрадиционный Требует определенного мужества Правильно? Ну, да Да, 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 согласна Спасибо тебе, Риточка Ты мне очень помогла Без тебя я бы так быстро не справилась С всем этим объемом Ну, что вы, если вам еще понадобится моя помощь Я к вашим услугам с удовольствием Тогда Можно я тебе задам один вопрос Личного характера? А Да, конечно, спрашивайте Ой Неудобно прямо Даже не знаю, как спросить Скажи У тебя с Борисом серьезные отношения? Вы понимаете, это очень деликатная тема Но Мне бы не хотелось, чтобы вы думали обо мне плохо Нет, почему же плохо? Мне кажется, что Вы очень хорошая пара Ну Мы с Борей только встретились Но он Он такой очаровательный Я уверен Они очень скоро помирятся Да, твои слова Да Богу в уши Даже не сомневайся Это наверняка какая-то чепуха Правда? Нет, Генрих Это не чепуха Далеко не чепуха Что? Так серьезно? Очень А ну-ка, давай рассказывай Почему это Твой внук обижается на Светочку Просто Женя считает Светочку убил отца Вот это да Юлька действительно храбрая девушка Если на такое готова пойти Этими разговорами Она пытается себя подбодрить Храбрится она Нинка, ты Скажи, ты тоже как Юля боишься рожать, да? Почти не боюсь Ну у меня же есть человек, с которым я могу Поделиться своими страхами Поговорить Но у Юли есть Олег Олег думает совсем о другой женщине И ты это прекрасно знаешь Нина Что? Я знаю, но мы с тобой договорились В их дела нос не совать Нас это не касается Все Значит тебе все равно То, что Олег игнорирует свою беременную невесту Он взрослый мужик Он должен со своими женщинами сам разбираться Хочешь оставаться в стороне? Ладно Ну хорошо, что ты хочешь? Чтобы ты встретился с Олегом и поговорил Хорошо, я встречусь Мне кажется, что еще рано о чем-то говорить Рано? Поймите, Рана Станиславовна Нас так потянуло друг к другу Нет-нет-нет, я не хотела тебя смущать Ты совершенно не должна передо мной оправдываться Вы понимаете Спасибо вам Правда, спасибо Просто Я бы не хотела, чтобы о нас кто-то знал И У меня большая просьба к вам Да? Не говорите О нас Никому Особенно Александру Дмитриевичу А почему особенно Александру Дмитриевичу? Ну, потому что он может не совсем правильно все это истолковать Совершенно неизвестно, к чему приведут наши отношения с Борисом И поэтому мне кажется, что рано что-то загадывать И не нужно пережать события Понимаете? Понимаю, да Спасибо вам, Ирина Станиславовна Обещаю тебе Я никому и ничего не скажу Правда? Сонечка, что же ты пережила? Бедная ты моя, бедная Да, Светочка попала В ужасную ситуацию Ну, почему ты не рассказала мне об этом раньше? Ну, об этом мне легко говорить Я в отчаянии Я не знаю, что делать мне, Генрих Мои внуки Никак не могут помириться Да Ситуация не из легких Они же должны быть все вместе Они же одна семья А что получается? Родные кровинушки А с каждым днем все дальше и дальше Друг от друга отдаляются Рит, привет Ой, привет А ты как здесь? Да я тут кое-что Ирине помогаю делать А меня как раз попросили Ирине Станиславовне кофе принести А она где? Ты знаешь, она уже ушла Ну, ты поставь кофе Садись, мы с тобой поболтаем, как в старые добрые времена Давай Я сюда поставлю? Да-да Держи Спасибо Ну, что ты такая грустная? Да я, Рит, поняла, что все время себя обманываю А что-то я не понимаю Да это я про Лешу Я действительно его никогда не любила Это было просто сочувствие Я не должна была с ним так поступать Вот, Генрих Вот, это Женечка Мой внук, знакомьтесь Это родной брат Светы Очень приятно, молодой человек Генрих Генрихович Евгений, будем знакомы Это друг нашей семьи У меня от него нет никаких секретов Надолго ли в наши края, молодой человек? Да совсем нет Я вот за бабушкой приехал А потом мы вместе с ней поедем в Лучанск Как? Лучанск А зачем мы туда поедем? Мы же все здесь Нет, ну я хочу переехать в наш тот дом И хочу тебя с собой забрать Нет, подожди, Женечка Это для меня как гром среди ясного неба Почему ты туда решил? Прошу прощения Но мне, наверное, лучше уйти Генрих, остайся Да нет, Софишка Вам нужно поговорить Да и твой внук, я смотрю В моем присутствии Чувствует себя несколько стесненно И мне действительно пора Ну что же, я тебя поздравляю Что ты себе в этом во всем призналась А ты была права, Рит Я вот только никак не могу понять А что это на тебя так вот нахлынуло? Это угрызение совести? Ритка, ну почему с тобой нельзя нормально общаться? Только начинаешь говорить с тобой откровенно, как ты Ладно, ты пей кофе Я чашки потом заберу, хорошо? Ну, Свет, ну почему ты все время на меня обижаешься? Рит, да это не я все время на тебя обижаюсь Это ты меня все время обижаешь Ну, у меня такой характер Такая манера общения Ну Это знаю я Ну, садись Как вы там живете с бабушкой-то, а? Нормально Женя вот приехал Да Ну и как, ты уже с ним пообщалась? Пообщалась Он до сих пор считает, что Что это я убила папу Знаешь, бабушка, у меня В жизни все перевернулось И в один момент пришлось быстро взрослеть и уже смотреть на этот мир совершенно другими глазами Ну, это хорошо, Женечка Я рада за тебя Да А знаешь, я что понял? Что, Милю? Что, наверное, зря я убежал из города Потому что сейчас я хочу вернуться и продолжить жить дальше там Ты твердо это решил Ты снова хочешь поменять свою жизнь? Да нет, знаешь, скорее вернуться к прежней Потому что я много думал и понял, что, ну, не надо убегать из родного дома Ведь это все равно, что убегать от самого себя Да, я понимаю, что первое время мне будет тяжело там Но я думаю, я справлюсь Да, ты действительно изменился, Женя Взмужал Я так рада за тебя А знаешь, я что еще понял? Что все те, кто будут называть меня братом отцы-убийцы Я буду этим людям смеяться в лицо Вместо того, чтобы убегать, как раньше Ты представляешь, мы с ним вообще не поговорили Он увидел меня и просто ушел Ну, потом-то он вернулся и не на улице же он всю ночь-то простоял Нет, он поселился в гостинице Как? Он что, не у вас остановился? Он вообще приехал только ради бабушки и меня видеть не хочет Ну, понятно Значит, он тебя так и не простил Получается, что так Ну, понятно, что суд признал тебя виновной Рит, что понятно? Ну, он ведь мой брат Ну, ведь ты знаешь, что я не виновата Давненько ты к нам не заглядывал Пришел вот сам к тебе заехать Да работы много накопилось Даже голову некогда поднять Ну, еще как разберусь совсем Сам зайду А к нам вчера Юлька в гости приходила К ней, да? Ну, да Нина ее в женской консультации встретила И ты знаешь, Олеж Юля ей показалась Какой-то одинокой, что ли И что? Да ничего Посидели, поболтали Только Юля почему-то потом домой не хотела уходить Смешные они, девчонки Решали, каким способом лучше рожать Миш Ты, конечно, не до конца понял Но чувствую, что ты к чему-то ведешь Ну, значит, ты одобряешь мой план Едем? Женечка, а зачем я? Ну, бабушка, ну как же? Ну, все-таки Ну, понимаешь, я понял одно То, что для человека в этой жизни Самое главное – это семья Ну, а ты и есть моя семья Да, но не только я Ведь есть же И знаешь Там ведь похоронен мой отец Твой сын И еще я хочу открыть автомастерскую На те деньги, которые оставил мне отец Он же тебя оставил на учебу Ты что, не хочешь получить высшее образование? Да что уже учиться? Жизнь и так уже научила всему, что могла Да Может быть, ты и прав И потом Бабушка, самое главное – это же ты Ты же ведь мой Сейчас единственный родной человек, понимаешь? И ты мне очень нужна Потому что я так уже устал быть один Ты знаешь, а Юля Я даже не подозревал, что она такая храбрая Откуда такие выводы? Она в воде решила рожать, представляешь? Ну Я об этом ничего не знаю Она думает несерьезно Олежь А тебе не кажется, что она в принципе тебе Не очень много рассказывает И не особо делится своими переживаниями? Ну, такими нет Это же все равно маленькие женские глупости Поэтому она мне ничего не рассказывает Чтобы лишний раз не беспокоить Знаешь, о чем все это говорит? Ну, просвети О том, что Юля элементарно не чувствует ни твоей заботы Ни внимания к ней Я все понял, Миша Кажется, пришел меня учить жизни Ну, зачем мне это нужно было? Ну, зачем мне нужно было упивать папу Поджигать эту мастерскую? Ну, а деньги, которые пропали из бухгалтерии? Ну, ведь я их не брала Ну, понятно, что ты их не брала Это ты знаешь А суд решил совершенно по-другому Ну, суд ошибся Ну, это понятно, что он ошибся Ну, ведь ты могла, я не знаю, спрятать эти деньги А потом воспользоваться ими, когда уже все уляжется Чем тебе не мотив? Все верно, мотив И на суде не удалось ничего опровергнуть Ну, вот именно Просто Женя поверил в суду, а не тебе Это его право Ну, Рит, почему тогда Леша Который должен был за мной наблюдать Он и то поверил Почему он смог поверить? Ну, так это-то как раз все просто и понятно Что понятно? Света Алексей Влюбился в тебя без памяти И он мог сказать тебе все, что угодно Только бы ты ответила ему взаимностью Да нет, Олег, не буду я тебя жизни учить Просто хотелось помочь по-человечески Тем более, это не я, а ты запутался в женщинах А с чего ты взял? Что мне нужна чья-то помощь? А с того, что ты действительно, по-моему, не понимаешь В какой ситуации оказался Да, куда уж мне Без посторонней помощи Знаешь, ты все-таки послушай Я считаю так Если ты выбрал женщину То оставайся с ней мужчиной до конца И пройди с ней весь путь Ради того, ради чего ты с ней остался Если ты считаешь, что твой долг Быть с Юлей ради ребенка Ради вашего будущего ребенка То стань ему полноценным отцом Моей полноценным мужем Чем больше тебя слушаю, Миш Тем больше удивляюсь Олег, ты пойми Нельзя оставлять женщину Мать твоего будущего ребенка Тем более, когда она в тебе так нуждается И ничего плохого тебе не сделала Миш Ты что? Изобрел новый Безболезненный способ Как мужчине сделать выбор Между ребенком и любимой женщиной? К сожалению, нет Тогда не лезь Не в свое дело Ну как же я поеду, Женечка? Тут же у меня останутся внучки Света, Рита А там у тебя буду я А внучки смогут прожить и без тебя Они маленькие Ну да Жень Ну я не знаю Ну Рита, она уже устроилась Она самостоятельная А Света Ну ты же знаешь, у нее горе Ты знаешь, как ей трудно Жень Может заберем ее С собой? Женя Нет, я сказал Нечего ей там делать И вообще, пожалуйста Не надо при мне о ней упоминать Рита Не смей так говорить о Леше Ты не знаешь, какими были наши отношения Не знаю А чего тут знать-то? Ты мне сама только что про что говорила А? Рита, это мое дело Что я поняла? Ты не имеешь права так о нем говорить Конечно Он же весь такой положительный Просто ангел воплоти И ничто земное ему нипочем Да что ты о нем знаешь? Да ничего не знаешь Я все знаю Света, я все знаю И не надо мне говорить Что твой Леша У твоего Леши Была такая чистая Невинная и светлая любовь Рита Да как ты можешь вообще его имя произносить? Тоже мне защитница нашлась Да Потому что Леша Если хочешь знать Это самый прекрасный человек Которого я встречала в своей жизни Ой, не надо Вот этот высокий слог Вот не надо Рита Я не позволю Ни тебе Ни кому-либо другому Так о нем говорить Потому что то, что Его чувства Оно было чем-то даже больше Чем любовь Понятно? А, понятно Может ты мне еще Пощечину дашь? А не мешало бы Но я не буду Молодой человек Вы меня? Да-да Именно вас я и дожидаюсь Уделите мне несколько минут, пожалуйста Это не может подождать? Нет Но долго я вас не задержу Ладно, говорите Вы Собираетесь совершить Очень серьезную ошибку Значит, ты считаешь Ты знаешь, что я лезу в твою личную жизнь Пусть так Пусть так Но, наверное, по-другому-то нельзя Почему же? Я не понимаю Что-то это моя личная жизнь Ой, Олежка Ну, наверное, потому что мы друзья Да, но ты не обязывай тебя Настолько обо мне беспокоиться Послушай Когда тебе было тяжело Ты пришел ко мне Пришел На свою голову Что? Ничего Ты пришел ко мне Потому что тебе нужен был совет И я тебе его дал Как мужик мужику Да, Миша, было дело Я рассказал тебе о своей проблеме Но сделал это не для того Чтобы ты напоминал мне об этом При каждом удобном случае Вы молоды, Женя И вам кажется Что ваши поступки правильные Но думаете в данной ситуации Вы больше всего о себе Ну вы что, мне здесь нотации собрались читать? Нет Я призываю вас подумать о бабушке И о том Что будет лучше для нее А для нее будет лучше Чтобы она жила там, где похоронен ее сын Это вы так решили? Да нет, это она так сказала когда-то Ну, когда-то Это, может быть, было и правильно Но теперь Ей отсюда Уезжать ни в коем случае нельзя Что значит нельзя? Она должна оставаться в этом городе Должна? А кто тут вообще решает? Что ей нужно делать, а что ей нельзя? В данном случае Решаю я Ты говоришь, что ты мне друг А сам бьешь По самому больному месту Для чего там говорить? Вот какое ты имеешь право Меня учить каким-нибудь отцом Когда сам отцом Никогда ты не был Что Глядеть нечем Ты выражение не выбираешь И я не собираюсь Ну как? Приятно такое слышать Я отец Уже 16 лет Ясно тебе? Светлана Королева Выходит из тюрьмы Она не подозревает, что во всем, что с ней случилось Виновата ее сводная сестра Рита Олег любит Светлану Но не может оставить беременную невесту Юнию Женя, родной брат Светы До сих пор считает ее убийцей отца Бабушка надеется, что сможет убедить Женю в невиновности Светы Юля просит Олегу уделять ей больше времени Она обижается, что не поехал с ней на обследование к врачу В разговоре с Ритой Ирена говорит, что Рита и Борис – отличная пара Рита просит Ирену никому не рассказывать о ее романе Женя предлагает бабушке переехать в Лучанск Он хочет открыть там автомастерскую на деньги, которые оставил ему отец Генрих убеждает Женю ради бабушки остаться в Кацинске Ты лети, голубок, под небесную ввысь Ты лети, голубок, на все стороны Но смотри, не вернись, но смотри, не вернись Черным воронам Все прощается в любви Искупается любовью Очищается любовью, как полуденной грозой Можно клясться на крови Можно врать, не двинув бровью То, чего не смоешь кровью Вам ей смоется слезой Ты лети, голубок, под небесную ввысь Ты лети, голубок, на все стороны Но смотри, не вернись, но смотри, не вернись Черным воронам Ты лети, голубок, под небесную ввысь Ты лети, голубок, на все стороны Но смотри, не вернись, но смотри, не вернись Черным воронам Что ты сказал? Ты отец уже шестнадцать лет? Да, ты не ослышался Шестнадцать лет Ясно Ну вот видишь У каждого есть свои тайны Которые не открывают даже Даже друзьям А что тебе ясно? Что моего ребенка воспитывал чужой человек Что мой ребенок Называет этого чужого человека отцом И даже не знает Кто его родной отец Это тебе ясно? Так, значит тебе нужны цветы Ну вот смотри, выбирай Выбирай любые Мне нужны самые красивые Знаешь, они Они для меня все самые красивые Так что давай уж ты сама Сколько штук тебе нужно? Шесть Подожди, шесть Четное число у нас только на... Да, Сереж Я хочу отнести их на кладбище Ну тогда тебе нужно Взять белые хризантемы Их обычно носят невесты-вдовы На могилы погибших женихов Это ведь для Алексея Я правильно понимаю? Да, Сереж Это для Леш Да я вообще не вижу причин Прислушиваться к вашему мнению А я бы не торопился с выводами Вы слишком категоричный молодой человек А вы слишком самоуверен Да кто вы вообще такой? Ну считайте, что я Хороший друг вашей семьи Ну так я и есть семья Но я вас знаю всего лишь пять минут Ну тогда думайте, что я близкий друг вашей бабушки Жених что ли? Можно и так сказать Но, кстати, это не повод для иронии Ну уж не знаю Она мне вас в таком качестве не представляла Так что не выдумывайте Хорошо, думайте, что хотите Но нам надо поговорить серьезно Только разговаривать с вами Я буду совершенно в другом качестве Интересно, в каком же? Другом вы уже были Женихом тоже Как лечащий врач Софья Никитична Я врагу такого не пожелаю Поэтому и говорю тебе Помни про ребенка Каждую минуту помни Если ты понял, я имею право Так говорить Ладно Пока О чем вы с Ириной говорили? Я уже сказала Закопилось много текущих вопросов по фонду И все? Да А я что, упустила что-то? Или мне еще о чем-то надо было с Ириной поговорить? Рита, давай без сарказма Я без сарказма? Откуда мы взяться-то? Рита! Саша, ну мне не нравится, когда со мной разговаривают так Как будто я что-то сделала не так И разговаривают так Безо всякой на то причины Ладно, извини Хорошо сегодня выглядишь Прическа хорошая Между прочим, у меня такая прическа уже не первый день У меня голова раскалывается Две таблетки уже выпил Да? Жалко Значит, сейчас не время Чего не время? Разговор у меня к тебе есть? Ну, вот самый лучший Спасибо, Сереж Да не за что Алексей Тунар был Хороший парень А ты разве узнала его? Да нет, ну откуда же я бы его знал Просто, я думаю, плохого бы ты не полюбила Спасибо, Сереж Очень красивая И за теплые слова тоже спасибо Да, не за что Сереж, а куда она, не знаешь? Знаю На кладбище Господи, глупый вопрос Естественно Она прямо сейчас на кладбище? Ты извини меня, конечно Но мне показалось, что ей нужно побыть одной Я понимаю Я ей не помешаю Я просто рядом побуду Просто я хотела вложить деньги в проект Олега и Бориса Какие деньги? Свои Ну ты не смеши меня, Ритт Для того, чтобы стать инвестором И рассчитывать на хороший процент Надо вложить достаточно крупную сумму Я в курсе Что значит врач? Она больна? Что с ней? Ну уж говорите Что с бабушкой? Она серьезно больна А в чем это выражается? Я же ведь ничего не заметил Я понимаю Вы ничего не заметили Софья Никитична неплохо выглядит Кстати Ваши сестры тоже ничего не знают Не знают чего? Ну я не хотел бы вдаваться В медицинские подробности Но вам я скажу Болезнь прогрессирует И переезд Может очень серьезно осложнить ее состояние Сколько? Ну все, что лежит на моем счету в твоем банке А ты думаешь, я интересовался Сколько лежит у тебя на счету? Пятьсот тысяч Рублей Ну пока да Рублей Нет, ну я понимаю, что это очень незначительная сумма Но она сможет помочь Олегу морально Поддержать его Да, ну тут ты, пожалуй, права Действительно приятно, когда тебя поддерживают не на словах, а на деле Ну вот и я о том же Ну только я должен тебя предупредить Как человека малоопытного Что? Но ведь если человек переезжает на родное место Это же ведь наоборот должно улучшить состояние, нет? Да Но не в этом случае Во-первых, ваша бабушка может не выдержать самого переезда Потом Волнения, переживания, связанные с возвращением в родные места Да и разлуку с внучками тоже Даже так? Да Поэтому я считаю, что Сейчас в ее жизни лучше ничего не трогать Это я вам говорю как врач Знаете Если вы ей не можете помочь То это совершенно не означает, что не найдется другой, который сможет Неразумно вкладывать все деньги в один проект Саша, я верю в этот проект Как бы ты не верила Все яйца в одну корзину не кладут Да, да, да Я слышала, знаю эту поговорку Никогда не рискует всеми деньгами В таких случаях используют максимум процентов 30 Я тебе повторю Я верю в этот проект Очень верю Как и во все, что связано с тобой Ну, очень приятно, что ты в меня веришь Ну, раз ты так настаиваешь То Я думаю, лучше тебе об этом поговорить с Олегом Простите, пожалуйста Я к Ильину Но меня почему-то к нему не пускают Правильно делают Потому что к нему нельзя Нет, мне можно Я жена Никому нельзя И вы не исключение Что? А вы почему? Потому что состояние вашего мужа оставляет желать лучшего А что с ним? Успокойтесь, самое страшное уже позади Хорошо, если самое страшное уже позади То почему? Все-таки меня к нему не пускают Вы от меня что-то скрываете? Привет Привет Отец у себя? Да, но он сейчас занят А не сделаете ли вы нам тогда, Маргарита, по чашечке кофе? Ты как, Олег? С удовольствием Я сейчас поставлю Давай присядем Кстати, у меня есть для вас новость Я хотела бы внести свой скромный вклад в ваш проект Очень интересно И каким же образом? Я переведу деньги Которые лежат на моем депозите На счет инсулинового проекта Рит, я, конечно, не знаю, какая у тебя сумма Но могу сказать одно Ты очень рискуешь Ну Ведь кто не рискует, тот не пьет шампанского А Риточка, по-моему, нас очень уважает шампанское, так? Позволяю себе, если есть такая возможность В общем, это, конечно, приятно, да Но Рит, я тебе советую отказаться от этой затеи Подожди, брат Ты рассуждаешь так, как будто Сам не веришь в свой же проект Понимаешь, я просто не хочу рисковать деньгами Риты Стойте, доктор Ну, подождите же, в конце концов Поймите Я для Андрея самый близкий человек И когда он очнется, он должен видеть меня Не уверена? Он не хочет вас видеть Меня? Именно вас Пока он будет считать вас причиной своей депрессии Допустить вас к нему мы не можем Мне нужно с ним поговорить Не сейчас Нет, сейчас, именно сейчас Мало ли, что человек себе там напридумывал Пустите меня к нему, вас очень прошу Господи, но я же сказала Он не хочет вас видеть Что я могу сделать? Скажите, а С ним все будет хорошо? Я не говорю вам да Только чтобы не сглазить Успокойтесь А ты пойми Она этим никогда не занималась Там уже нельзя вкладывать все свои деньги в бизнес Ну, не у всех же на счету столько денег, сколько у тебя Да, но я это вкладываю в свой бизнес А не всю живой Правда? Ну, я разницы не вижу Если этот бизнес будет приносить доход А если не будет? А если не будет изначально Не нужно за это браться Спасибо, Рита Господа, прошу меня простить Мне нужно ненадолго отлучиться С такими руководителями мне ничего не страшно Сколько ты хочешь перевезти? Я хотела бы перевезти все деньги, которые лежат на моем счете Что ж, поздравляю Ты наш первый инвестор Ну, как поговорили? Плохо поговорили Лучше бы вообще не разговаривали Почему? Да потому Что ты думаешь, он обрадовался, когда я ему про Юлю начал говорить? Миш, ну я понимаю, что тебе неприятно вспоминать этот разговор Но все-таки, что там было? Хорошо, Нин, докладываю Олег, так относится к Юле Потому что, ну не может он справиться со своими чувствами к Свете Ну нет, это же тебя разозлило, правда? Я чуть о Ксюхе не проболтался Ксюхе? Я имени не назвал, конечно Но я о ребенке сказал И чуть с языка не сорвалось Ну ты же не сказал, что именно Ксюша твоя дочь Значит, все нормально? Да не нормально Я себя полным дураком чувствовал, когда морали ему читал Да почему? Да потому, потому что не принято у мужчин, понимаешь, в чужом белье копаться Да Мы дружим с Юлей Мы дружим с Олегом А теперь еще и со Светой Непростая ситуация получается А то, что ты меня не любишь, для меня лично ничего не меняет Ты разглядишь под моей милицейской формой что-нибудь другое, например, любящее тебя сердце А то, что ты меня не любишь, для меня Юля Юля, когда ты пришла? Я вместе с тобой Я тебя не видела Я просто не хотела на глаза тебе попадаться и стояла Там Чтобы не мешать Спасибо Знаешь, я думаю, мы действительно никому не поможем Ни Олегу, ни Свете, ни Юле Не ее будущему ребеночку Слушай, ну не принимай ты все так близко к сердцу Ты так говоришь, как будто существует переключатель Хочу, принимаю близко к сердцу Хочу, не принимаю Во всяком случае, разговаривать я больше ни с кем не пойду Ну хорошо, хорошо, я поняла Но если кто-то к нам придет за помощью, мы все равно должны будем им помочь Вот когда придет, тогда и разберемся Миш, а скажи, как мужчина, ты на чьей стороне, Света или Юля? Это ужасно, близких терять Со мной это в первый раз Близких терять тяжело, но Леша был тебе просто знакомый Светка, ты же не близкий человек Значит, Леша не чужой А у меня в жизни было много потерь Совсем недавно я потеряла папу Я с ней Я ни разу не была на его могиле Ни разу, а почему? Свет, 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 прости Не хочешь сейчас говорить, потом расскажешь, да? Потом Юль, давай Как-нибудь Да? Не сейчас Привет, сестренка Я не ожидала Не ожидала тебя увидеть Ты знаешь что? Я ж к вам сегодня собиралась Но ты меня опередил Так, проходи Проходи, садись Ну Рассказывай Как твои дела? Да Дела нормальные, если коротко А если длинно, то времени нету Значит, слушай, у меня к тебе серьезный разговор есть Что такое случилось? Ну, ты же ведь знаешь, что бабушка больна Догадываюсь Ну, а почему же вы тогда не делаете ничего? Как это мы ничего не делаем? У нее, между прочим Врач есть И очень даже неплохой Да? Да Ну, не знаю, я сегодня видел этого врача И, по-моему, он себе цену набивает Ну, я не знаю Понятно Ну, ладно Я думаю, что Нужно бабушку показать хорошим врачам Поэтому я ее повезу в Москву В Москву? Да, в Москву А если нужно, то Даже за границу И, Рита, мне Деньги мои нужны Ну, как? Я проделала огромную работу Халтуришь, Оленька? Халтуришь? Какая халтура? Я профессионал и делаю все Вот что профессионал С такими фактами Даже против чебуречной не попрешь Это никуда не годится Что значит не годится? Слабовато А что ж я сделаю, если факты такие? Тем более они доказаны Факты Кто о них вспомнит? А вот эти факты вообще сразу забудут То есть ты хочешь, чтобы о них говорили полгода? Ну, зачем полгода? Полгода не надо А вот месяца два, чтобы в них хотя бы поверили Это самое оно Справишься? Ну, что делать, если их нет? Улечка Если факты есть Статью любой дурак напишет А здесь надо подойти Творческий То есть вам нужен миф Вы хотите, чтобы я придумала факты? Совершенно верно И я думал, ты поняла это с первого раза Миф Дорогой Борис Александрович Да еще такой, чтобы продержался два месяца Стоит куда более серьезных денег Женя, ну я Я не вижу никакой необходимости Увозить куда-то бабушку Тревожить ее сейчас Рита, ее нужно показать хорошим врачам Что здесь непонятного? Ну, а чем тебя Генрих Генрихович Это не устраивает, я не понимаю Рита, в Москве лучшие врачи Ну да, конечно В Москве самые лучшие врачи Ну, ты пойми Что Генрих Генрихович Кое-что, между прочим Из себя представляет Это семейный врач Давыдовых А ты что, думаешь, что они взяли бы Какого-то другого плохого Некомпетентного человека? Да я понятия не имею Я вообще не знаю, кто такие Давыдовы Ты что? Ты темный человек Ты банк Давыдов, знаешь? Знаю Ну вот, это они и есть Они и есть И потом, извини меня Но если бы бабушке нужно было Какое-то дополнительное лечение Ладно, хорошо Я тебя не прошу ее везти Я ее и сам могу отвезти На Вези И повезу Вези, вези Ну, насколько я знаю Деньги мои у тебя У меня Ну, трогать их сейчас Просто ни в коем случае нельзя Это что значит нельзя? Где мои деньги, Рита? Интересно, у нас с тобой разговор получается Еще ничего не сделано А ты уже требуешь повышения ставки Тебе не кажется это нелогично? Вовсе нет Ты усложнил задачу Я подняла цену Итак, сколько? Я могу написать убойный материал У меня хорошая репутация Его опубликую Давай без лишних предисловий Меня интересует конкретная цифра Но когда выяснят, что это утка У меня будут серьезные неприятности С издательством? Ничего страшного Перейдешь в другое Я оплачу тебе, скажем Два месяца простое Не с издательством А с трудоустройством вообще, Боря Моя репутация пострадает Амир тесен И сколько же стоит твоя Репутация? Ну, вообще-то она бесценна Ничего себе новость Ладно Куда и когда ты их вложила? Сегодня Я вложила их в очень выгодный проект Замечательно А меня ты спросила? Женя, ты ничего в этом не понимаешь И вообще живи и радуйся Что у тебя есть такая умная старшая сестра Которая правильно распорядилась твоими деньгами Моими деньгами В том-то и проблема Моими деньгами, понимаешь? Хорошо Где же они теперь вертятся, мои деньги? Это проект Банка Давыдов По производству инсулина для диабетиков О, замечательно Супер Ты вложила деньги в проект Который поможет другим людям Вместо того, чтобы помочь нашей бабушке Которая больна Хватит! Хватит, я сказала Ладно Я разговаривал с врачом И чтобы завтра Ты мне мои деньги вернула Поняла? Значит так Я заплачу тебе столько Сколько ты заработаешь за год И потом не забывай В какой стране мы живем В какой, Боря? Напомню У нас все с ног на голову И скандальная репутация журналиста Работает только в плюс Тем более ты у нас такая смелая Идешь против олигархов Я иду, но по делу, Боря И к тому же я считаюсь непродажной Так ты и есть непродажная Ты же работаешь Не в угоду олигархам, а против Вот это правильно Ну а то, что я тебе потом заплачу Так об этом никто не узнает Так что внешне все Шито-крыто Ты их потратишь Они уйдут в никуда А так они лежат Они принесут проценты Выгоду, понимаешь? Ты чего меня? Не слышишь что ли? У нас бабушка больная Ее нужно лечить Я не могу Я не могу тебе вернуть эти деньги Я не могу их взять сейчас И просто снять Понимаешь или нет? Хорошо Кто может это сделать? Проектом руководит сын Давыдова Ну хорошо Вот завтра ты меня к нему Отведешь Поняла? Саша Саш Что? Ну скажи мне Ну сколько можно работать? Это тебе Ира, да Ну куда ты? Что случилось? Обязательно должно что-то случиться И что-нибудь ужасное Чтобы ты оторвался от дел И хотя бы дома не работал Ну почему ужасное? Пусть произойдет что-нибудь прекрасное Тогда у тебя есть повод Все бросить И заняться семьей Ира, ну что за игры? Ну Ира Ну понятно Тебе конечно эти бумажки Важнее всего Важнее меня, нашей семьи И даже важнее Бориса А при чем Борис При том Пусть тоже привыкает К твоему полному безразличию А что, у Бориса что-то случилось? Тебе действительно интересно? Ира, ну хватит Ну хорошо, я тебе скажу Помнишь Мы с тобой говорили о Борисе И о Рите Никогда не думала, что Ты окажешься человеком Который поможет мне Выйти из этого состояния Из какого, Свет? Из какого состояния? Одиночество Светка, ты же знаешь Что я для тебя сделаю все Все, что в моих силах Спасибо Только ты сейчас иди отдыхай, ладно? И пожалуйста Думай о чем-нибудь хорошем Я не хочу, чтобы Ты из-за меня переживала Хорошо Света Давай у меня посидим немножко Чуть-чуть Нет Надо работать Я думаю, сегодня Без тебя справиться Ну чуть-чуть, пожалуйста Юрий, ну Зачем? Я просто Тоже знаю, что такое Одиночество И оно Невыносимо Как вы вчера съездили? Ты имеешь в виду, как мы вчера с Юлей съездили в гинекологию? Ну да, в эту Гинекологию Нормально В общем, как обычно Слушай Она, наверное, сильно расстроилась Из-за того, что я не поехал Тоже, как обычно Ей же не привыкать Понятно Я, как всегда Виноват Знаешь, я не буду тебя сочувствовать Извини Да я в твоих сочувствиях Так ты не нуждаюсь Так как есть, все равно Дальше продолжаться не может То есть Что продолжаться не может? Он нас с Юлей Ну что ты имеешь в виду? Я должен как-то Сгладить свою вину перед ней Может, подарить что? Цветы Цветы банально Украшения? Украшения Мне кажется, ты уже дарил Но Я думаю, я знаю Чему она обрадуется Чему? Садись, поехали Поехали Мы много раз говорили о Борисе, о Рите Ну да Ну а Борисе и Рите вместе Мы говорили с тобой только однажды Я не понимаю К чему ты клонишь? Объясняю Борис твой старший сын И очень близкий тебе человек Так? Так Рита тоже для меня непосторонняя И почти родная Ну и что дальше? А то, что Мы с тобой можем еще раз праздниться Понимаешь? Я ничего не понимаю Ну как же? Ну если два близких нам человека Создадут новую семью То мы с тобой будем Не просто мужем и женой Рена, я тебя сколько раз просил Не заниматься сводничеством А это не сводничество Я просто проговариваю то, что витает в воздухе Откуда ты знаешь, что они собираются жениться? Ты что, им свечку держала? Не надо на меня так орать А ты не лезь в чужую жизнь Знаешь, может быть Тебе Борис и чужой А для меня он стал Родным человеком Юль Я не совсем понимаю Почему ты говоришь об одиночестве? Наверное, потому что я себя так чувствую Олег Свет вообще не уделяет мне внимания Ты не преувеличиваешь? Нет, я не преувеличиваю Он так живет, как будто бы Он был один совсем Без меня Возвращается вечером Мы встречаемся в этой комнате И он хочет спать А потом утром мы просыпаемся А он уже бежит на работу Ему некогда И так каждый день А может быть это временно Просто сейчас тяжелый период на работе Ты знаешь, мне кажется Других периодов у нас не было Юль Ты подожди Мне кажется, все наладится Вот увидишь Я бы очень хотела в это верить Очень Мне надо как-то изменить нашу жизнь Надо что-то сделать Я просто пока не понимаю, что Свет, он меня не любит Думаю, что этот подарок Юле понравится Я думаю, он ей не только понравится Она будет просто в восторге Как же мне это раньше в голову не пришло А? Ну, это тебе Не раньше не пришло в голову Не позже Ах да, старик, извини Авторство идеи твоем Я хотел сказать Как это мне В голову не пришло Ну, если бы ты столько же времени с Юлей проводил, сколько и я Думаю, что эта светлая мысль посетила бы и тебя Наверное, наверное Кстати, не любил бы ты ее больше Могла бы мне сказать, я бы тебе в комнату чай принесла Ничего Сама справлюсь Все, обижаешься А я, если хочешь знать, ни при чем Неужели? Да Я все рассказала о тебе твоей маме Это правда Но Бахти не пришел совершенно не по этой причине Опять врать будешь? Ну, если не хочешь знать, твое дело Нет, ну погоди, ну расскажи уж Хорошо Бахти не пришел в тот день не потому, что тебя спасали от него А потому, что его спасали Откуда ты-то знаешь? Не важно Нет, это очень важно А то, может, и сейчас только что это придумала А я как дурочка тебе верю Ну, чтобы ты не сомневалась Можешь пойти к его дяде и узнать все подробности Если он, конечно, станет тебя в них посвящать Юль, Юль, перестань Тебе вообще нельзя об этом думать Это все неправда Эти мысли вредят здоровью твоего ребенка Ты понимаешь? Да, я понимаю Против нее, пожалуйста Что-то я разжаловалась, а? Вообще Я просто... Я же знала, за кого я ухожу замуж Что ты имеешь в виду? Олег банкир И было с самого начала понятно Что у него не будет хватать времени на семью Юль, тебе нужно отвлечься Когда родится ребеночек, я перестану быть одинокой А сейчас знаешь, что я сделаю? Угу Заведу себе зверушку И буду разговаривать с ней целыми днями Не знаю, черепашку Или морскую свинку Юль, ты никогда не хотела сделать что-нибудь такое для Олега Чтобы он обратил на тебя внимание Например? Ну, можно нарисовать какую-нибудь картину Или написать Я тебя люблю Ну, да, тоже мысль И где моя любимая женщина? Остыл твой чай Сейчас сделаем новый Ну, погоди Ладно, Ксюха Есть еще старый проверенный способ Узнать, что к чему Какой? Ну, если ты не боишься, конечно Чего боюсь-то? Заглянуть в свое будущее Ага Прям так Взяла и заглянула Ну, вообще, мне не интересно абсолютно знать, что меня там в будущем ждет Так мы и узнаем Бахте там или не Бахте Так как узнаем-то? Погадаем Как? Погадаем Света А что ты здесь делаешь? Света скрашивает мое одиночество За что я ей очень благодарна Да, конечно Я имел в виду просто, что Я думал, ты сегодня не выйдешь на работу? Нет, мне дома совсем Ну, работать так легче А я принес тебе подарок Который, надеюсь Скрасит твое одиночество Кто это? Кто там? Кто это? Ну как? Нет слов Привет Олег Ты просто прочитал мои мысли Это то, о чем я мечтала Ну что, давай? Давай Готова? Давай Суженый, ряженый Покажись мне в зеркале Страшно Тихо Видишь? Ты видишь? Ого Пусы, волосы Светлые глаза Точно Ксюша А ты что расстраивалась? На пахте-то не похож Ну а пахте Угу А мы на кого гадали-то? На тебя или на меня? Эдик Это твоя идея с канарейкой Как ты догадалась? Догадалась Ты все еще любишь ее Эдик, но я отдумала Ты решил оставить ее в покое Ничего я не решил Потому что я Я затаилась Эдик Что Эдик? Что Эдик? Если бы я знал, что Эк отреагируешь Я бы тебе соврал В следующий раз так и сделаю Я думаю Было бы Было бы правильно Не мешать их счастью Какому счастью? Какому счастью? Ну что, Юля по-двоему счастлива что ли? Она просто Хочет быть с Олегом А он Он плевал на нее И на ее счастье Нет Нет Если бы он Если бы ему было плевать То он Он бы бросил ее Поверь мне Это так и произойдет Я хочу, чтобы это произошло Как можно раньше Не Дашка Это мы на тебя гадали Ты же говорила Суженый, ряженный Явись ко мне в зеркале Ну да Ну Значит, это твоя судьба и есть Тогда почему И ты его видела? Кто же его знает? Я же сказала Мне покажись Я же не сказала Нам покажись Или вообще появись Я сказала Покажись мне Ну ты к чему это? Клонишься Ксюш А если мы Его обе видели То может так быть Что мы влюбимся В одного и того же парня Понимаешь? Это глупости Ну не нужен мне твой парень Даш Это ты сейчас так говоришь Когда о Бахте думаешь А потом увижу твоего парня И наброшусь у него И давай целовать Так что ли? Тем более у нас с тобой уже был Подобный опыт Если это про Сергея То это было Это было не всерьез Но впредь, Ксюшенька Я тебя попрошу Дорогу мне не переходить Но у них будет ребенок И может быть тогда все наладится Ой, ты моля Ты что, веришь в это? А? Ну Я не верю, что любовь Может возникнуть Только из-за чувства долга Нет Ты в это веришь? Любовь может возникнуть От заботы Угу В Юле я как раз не сомневаюсь Вот Олег Вряд ли ее когда-то Окружит заботой Вряд ли А Юля, она сильная Она сможет любить за двоих Все, я тебя умоляю Давай прекратим эту демагогию Правда, жизнь заключается в том Что Юля нужна мне Мало кто кому нужен Это не важно Угу В общем так По крайней мере я говорю правду Я Люблю Только не говори мне, что ты Перестала думать и обмолить Не перестала Светлана Королева Выходят из тюрьмы Она не подозревает, что во всем, что с ней случилось Виновата ее сводная сестра Рита Олег любит Светлану, но не может оставить беременную невесту Юлю Михаил рассказывает Олегу, что у него есть дочь и ей уже 16 лет Но он не признается, что это Ксения Давыдова Тамара приходит в больницу к Андрею Ее не пускают Врач говорит ей, что муж не хочет ее видеть На деньги отца Женя хочет нанять лучших врачей для бабушки Рита признается, что вложила эти деньги в новый проект Олега Давыдова Эдик и Света обсуждают отношения Юли и Олега Эдик уверен, Олег скоро бросит Юлю Но Света советует Эдику не надеяться Ты лети, голубок, под небесную ввысь Ты лети, голубок, на все стороны Но смотри, не вернись, но смотри, не вернись Черным воронам Все прощается в любви Искупается любовью Очищается любовью Как полуденной грозой Можно клясться на крови Можно врать, не двинув бровью То, чего не смоешь кровью Вам ей смоется слезой Ты лети, голубок, под небесную ввысь Ты лети, голубок, на все стороны Но смотри, не вернись, но смотри, не вернись Черным воронам Ты лети, голубок, под небесную ввысь Ты лети, голубок, на все стороны Но смотри, не вернись, но смотри, не вернись Чёрным воронам Что тебе на завтрак сделать? Ничего, Бабуль, спасибо. Что-то ты мне не нравишься. Уж не заболеваешь ли ты у меня? Нет, папа. А что ты вчера? На работе переутомилась? Там тебя не перегружают? Нет, там всё понимают. Без завтрака идти нельзя. Я тебе кофе сварю. Бабуль, я вчера была у Лёши на кладбище. Я уже ненавижу его. Что? Я ненавижу Олега. Привет. Доброе утро. Сегодня утром моей мечты. Да? Почему? Потому что я всю жизнь мечтала просыпаться под пение птиц. А ещё мне хотелось просыпаться рядом с тобой. Так что у меня есть и то, и другое, и я счастлива. Видишь, как хорошо. Теперь у тебя будет счастье каждый день. Да, благодаря тебе. Проходи. Так, садись и подожди здесь, а я пойду узнаю, сможет ли Олег тебя принять. Да, хорошая приёмная у этого банкира. Приёмная у банкира в банке. А ты же не захотел подождать, пока люди на работу выйдут? Вот теперь жди здесь. Девушка, я вам не помешаю? Да нет, пожалуйста. Сушеный, ряженый, покажись мне в зеркале, русые волосы, светлые глаза. На кладбище я снова так остро почувствовала, что Лёша это самое светлое, что было со мной в жизни. И стало очень больно. Но потом, что по этому? Потом я поймала себя на мысли, что совсем не думаю об Олеге. Я поняла, что я свободна. Это правда? Да. И я даже стала мысленно благодарить Лёшу, что он спас меня. Что он освободил меня от этого прошлого, потому что он этого очень хотел. Он бы порадовался за тебя. Конечно. А потом появилась Юля. И впервые мне было очень легко с ней. Мы потом пошли к ней, и мы разговаривали. И я почувствовала, что она мне впервые настоящий друг. А дальше? А дальше пришел Олег, и все исчезло. Не спи. Не спи, не спи, не спи. Я хочу с тобой болтать. Слушай, а сколько сейчас время-то? Еще очень рано, но все равно не спи. Давайте так валяться и проваляемся до самого вечера. Давай? А что, отличная идея. Ну, Олег, ну не спи, пожалуйста. Ну, что ж такое? Ну, поговори со мной. Да. Ну, слушай. Вспомнил. Что? Ко мне же сегодня Рита должна прийти. Когда? О, черт, да вот-вот уже. Как же я забыл. Придется вставать. Очень жаль. Так тебе оставлять одну не хочется, но что делать? Ну, ладно. Ну, сегодня, знаешь, не так обидно тебя отпускать. Правда? Правда. Мне вот этот твой подарок будет петь и развлекать меня. Я жить без него не могу. Я как эта птица в клетке, которую Юля получила в подарок от Олега. Только ведь я, бабуль, я сама все время туда возвращаюсь. Ой, я... Бедная ты моя. Бедная ты моя. Ты мне скажи, ну, почему я не могу избавиться от всего этого? Я ведь этого очень хочу. Ну, ты умом хочешь. А хочешь ли ты этого сердцем? Бабуль. Я дрянь? Ну, ты просто влюбленная женщина. А что ты так на меня смотришь, как будто привидение увидела? Почти угадал. Нет. Я живой. Можешь потрогать. А что, я кого-то напоминаю? Еще как. А ты кто такой? А у вас что, все такие в доме любопытные? А-а-а. Как я сразу не догадалась. Я знаю, кто ты. Да. И... Как вы узнали, Холмс? Элементарно, Ватсон. Как всегда, дедукция. Ты брат Риты. И... Откуда следует это умозаключение? Мы что, с ней похожи? Кое в чем очень. Да? Ну что же, пальцем в небо. Нас с Ритой связывают исключительно финансовые отношения. Так что на Холмса вы не потянете. Максимум на миссис Хадсон. Рит, я не пойму, ну что за спешка? Неужели нельзя было дождаться меня в банке? Олег. Олег, понимаешь, тут такое дело... Я вложила деньги в твой проект. Да, эти деньги вчера уже перевели. Надеюсь, ты об этом не жалеешь. Нет, конечно, я не жалею. Но, понимаешь, дело в том, что это... Это не мои деньги. Не совсем мои деньги. То есть, как не твои? Эти деньги были оставлены после смерти отца на учебу нашего брата Жени. Но они пролежали очень много лет. Ну что ж, тогда это было разумно решение их вложить. А теперь вы что, не можете поделить будущие проценты? Мы вообще договориться не можем. Ну, вообще, знаешь, Рит, обо всем договариваются всегда на берегу. До того, как распоряжаться деньгами. Олег, я не могла с ним поговорить до. Не могла договориться. Он отсутствовал три года. Я не ожидала, что он явится так скоро. Теперь, как я понимаю, он объявился, да? Да. Объявился. Пришел вчера ко мне домой, начал требовать от меня эти деньги. Ничего служить не хочет. А нет, с чего хочешь? Чтобы я вернул эти деньги обратно? Том, Тамара, ну, Тамара, подожди. Да, ты понимаешь, что он попался? Он в плену. Это еще хуже, чем тогда. Ну, ты не сравнивай. Тогда был кошмар. Тогда была просто криминальная обстановка, пойми. Тогда была реальная угроза жизни. Сейчас он просто в больнице. Да он в психушке. Ему никто не поможет. Ни милиция, никто. Ты понимаешь, они даже меня не пускают туда. Ну, ведь врачи, врачи сказали, что Андрей сам не хочет. Присядь. Стой, он мне не хочет. Они не хотят, чтобы я видела, что они там с ним сделают. Они его залечат. Ага, ну, может, они, правда, ему помогут. Ну, у него действительно нервы расшатаны после всех этих происшествий. Да, он не в неврологическом диспансере, а в настоящей, в психушке. Неужели ты не понимаешь, что они будут тычкать его всякими гадостями, пока он не превратится в психа или еще хуже, в овощ, в растение вообще? Ну, не накручивай ты себя. Ну, зачем им это надо? Ну, сейчас же другие времена. Ой, Георгий, ты ничего не понимаешь. Ты как большой ребенок сейчас ничего не изменилось. Они же его туда отправили без согласия родственников, без всего. Даже меня не спросили. Что ты молчишь? Ну, скажи же что-нибудь, а? Ну, я не знаю. Ну, что тут поделаешь? Георгий, не смей так говорить. Мы не можем его там бросить. Ты должен что-то придумать, должен. Мы должны его оттуда вытащить. Ну, что ты молчишь, а? Помоги мне, пожалуйста, поговори с ним. Объясни ему, что сейчас неразумно забирать деньги, что можно получить какую-то прибыль. Ну, вдруг он тебя послушает, а? Рит, а для тебя вообще какой интерес, если прибыль получит он? Олег, я вкладывала эти деньги для Жени. Я очень не хочу, чтобы он сейчас их забирал. Он их просто расторанжирит. Ладно, хорошо. Если он человек разумный, я надеюсь, он все поймет. Пускай приезжает в банк, я с ним поговорю. Олег, он здесь, он пришел. Тогда веди его. Помочь? Как, полезешь вместо меня? Да нет, зачем? А-а-а! Ты что ж, я же упаду! Да ладно, так удобнее. Спасибо. Да ладно. Ну что, так и буду ждать стоять? Чего? Ну, ты же падать собиралась. Нетушки. Ну ладно, я всего лишь помочь хотел. Спасибо, уже помог. А ты действительно не брат Риты. И это никогда никому ничего не поможет. Да не переживай, не брат я ей. Действительно, нас связывают только финансовые вопросы. Финансовые? Это ты про бизнес, что ли? Ну, можно и так сказать. А лет тебе сколько? Вполне достаточно. Для бизнеса? И для бизнеса тоже. О, Женя, все, пошли. Я договорилась, Олег тебя ждет. Ладно, пошли. Только, пожалуйста, держи себя в руках. Без шуточек, ладно? Какие шуточки? У меня деньги на кону. Хм. Привет. Ты сейчас свободен? Ну, пока да, но скоро Александра повезу. Что такое? Нужно срочно придумать, как Андрея вытащить из психушки. Чего? Ничего себе. Даже не думай об этом. Да не могу я. Тамара с ума сходит. Понимаешь, если мы это не сделаем, она сама попадет в больнице в качестве пациентки. Мне, конечно, все понятно. Пап, мне действительно кажется, что не надо идти на поводу. Ну, надо как-то успокоить ее. Ты пойми, что Андрей, он всего лишь навсего лежит в больнице. Его подлечат и отпустят. Все. А Тамара говорит, что его напичкают лекарствами, чтобы лишить силы воли. Зачем врачам его лишать силы воли? Ну, это чепуха. Чтобы он потом ничего не смог с собой сделать, понимаешь? А то, что он по жизни потом вообще не сможет ничего делать, это, знаешь, для них дело десятое. Пап, ты слышишь себя? Ты слышишь, что за бред ты говоришь? Я понимаю, Тамара, она слушалась в плете, но ты, ты ж мужчина, ну? Ты понимаешь, если она хоть немного права о своих страхах, его нельзя держать там. Ну, что ты собираешься делать? Доброе утро. Доброе. Пора вставать. Саша, давай еще немного поваляемся, а? Ну, куда нам торопиться? Работа ждет, работа. Работа ждет, подождет, никуда не убежит. Саш, ну, давай хоть немного побудем вдвоем. Ну, ладно, уговорила. Да. Ира, ты в последнее время выглядишь все лучше и лучше. Спасибо. В чем секрет? Тебе зачем? Мне интересно, интересно. Интересно. Ну, секрет в том, что все стало хорошо, я стала высыпаться, перестала нервничать. И что же это стало? И что же это стало? Все хорошо. Так Олег вернулся в банк. Ага. И потом у него скоро свадьба. Ага. Действительно, 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 все хорошо. Знаешь, я о чем подумала. Нет, не знаю, скажу. Давай все-таки вернемся к нашему разговору о Борисе и Орите. Познакомьтесь, пожалуйста, это мой брат Евгений Королев. Это Олег Александрович Давыдов, руководитель проекта, в который вложены деньги. А что же вы не родились в прихожей? Мы торопились очень, Олег Александрович. Присаживайтесь, Евгений. Олег Александрович. Олег. Олег. Скажите, а мы будем разговаривать при ней? При моей сестре? Как вам удобнее? Ну, мне удобнее без нее. Так что оставь нас, Рита, пожалуйста. Мне кажется, что целесообразно нам будет разговаривать всем вместе. Это же моя инициатива. С твоей инициативой уже перебор. Мы сами разберемся. Женя, я... Я сам все решу. Дай нам поговорить, пожалуйста. Ага. Я слушаю вас, Евгений. Чем могу помочь? В общем-то, я бы хотел забрать свои деньги. Может быть, как-то подкупить персонал? Подкупить персонал. Ну, а что, выкрасть его? Пап, мы один раз его уже спасали. Кстати, тебе это чуть не стоило жизни. А теперь ты что, хочешь героически попасть в тюрьму? Да нет. Вот поэтому нужен хороший план. Я не собираюсь в этом участвовать. И тебе не позволю. Саша, а что ты так удивляешься моему предложению? Борис и Рита – прекрасная пара. Оба интересные, яркие. Да, пойми меня правильно. Я ничего не имею против Риты, но... Замечательно. Надо их немножко подтолкнуть друг к другу, а дальше пусть сами решают. Ну, а почему ты думаешь, что Борис не может найти себе девушку сам? Это была твоя идея. Ты же сказал, что найти невесту Борису – идея хорошая. Ты что, так быстро меняешь свое мнение? Нет, но я думал, ты это говоришь несерьезно, что речь идет просто о том, чтобы женить Бориса. А потом ты спросил, кто у меня на примете. А когда я сказала, что Рита... Да дело не в Рите, Ирина, а в Борисе. Я вам хочу объяснить ситуацию, чтобы, принимая решение, вы знали все детали. Какие детали? Я могу вам рассказать о проекте, в который вложены ваши деньги. Я могу вам рассказать, на каких условиях вложены ваши деньги. И о том, что все это может вам дать. Я не понимаю, проекты, условия. Меня это не волнует. Я деньги сейчас забираю. И я не собираюсь их вкладывать ни потом, ни сейчас. Да, но Рита пыталась позаботиться о вашей выгоде. Нет, ну ладно, предположим, что так. Но она не поинтересовалась моими планами. И это ее ошибка, и я вас прошу ее исправить. Вам хотя бы нужно знать, что с экономической точки зрения деньги пока лучше оставить в обороте. Нет, то есть вам не выгодно мне их сейчас дать. Я правильно понимаю? Не только мне, но и вам. Вам не выгодно тоже. Если хотя бы два, три месяца деньги покрутятся, а вы, Женя, на этом неплохо заработаете. Три месяца? Нет. Мне деньги раньше нужны. Уже через месяц вы можете получить свою первую прибыль. Нет, знаете что? Я в эти игры не играю. Мне деньги нужны сейчас. Поставь себя на место Андрея. Хотя бы на минуту. Если бы тебя насильно держали в больнице, как бы ты хотел? Чтоб тебя пытались выручить или махнули на тебя рукой? Да я не знаю. Правда, пап. Ну что вы за него решаете? Вы хотя бы сходите и поинтересуйтесь. Да в том-то и дело, что мы бы с радостью сходили. Ну туда никого не пускай, даже Тамару. Говорят, что он ее не хочет видеть. Ага, вот так? А если это правда? Представляешь, ты приходишь его освобождать, ну то есть спасать, а он тебе говорит, что он действительно решил подлечиться. И что тогда? Ну тогда я успокоюсь и не буду лезть в это дело. Ага. Ну ты знаешь, есть второй вариант. Ну допустим, что ты его оттуда вызволяешь, привозишь домой, и он совершает второй раз попытку самоубийства. Ты же никогда в жизни себе этого не просишь. Никогда. Вот и надо постараться, чтобы это больше не повторилось. А по-моему, просто не надо вмешиваться. Ты не можешь брать ответственность за его жизнь. Не могу, но придется. Слушай, по-моему, не надо второй раз вставать на те же грабли, на одни и те же. Я в этом участвовать не буду. Хоть кто-то в нашей семье должен быть умнее. Я понимаю, сынок, что я совершаю ошибку, но я не могу по-другому. Да почему? Да потому что я люблю Тамару. Я люблю ее. И я не буду смотреть, как она мучается. У меня ощущение, что Борис может обидеться, если ты начнешь кого-то ему искать, с кем-то знакомить. Что тут обидного? А то, что ты думаешь, что раз он вырос в нищете и без отца, то не будет интересен ни одной девушке без твоего вмешательства. Неправда. Я сказала, что просто странно, что такой красивый молодой человек один. Вот, 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 вот. Нет, подожди, я совершенно не то имела в виду. Нет, ты не обижайся, но раз такая мысль пришла мне в голову, Борис может подумать точно так же. А я не хочу, чтобы у вас портились отношения. Саша! То есть ты категорически против моей идеи, да? Да, против. Жаль. Мне очень жаль. Как я сказал, ваши деньги уже пущены в дело. И что с тобой? Это мои деньги. Наш банк потеряет определенную сумму, если отдаст вам деньги до стечения месяца. А меня это не касается. Нужно лучше проверять ваших вкладчиков. К сожалению, касается. Я могу вам отдать вашу сумму раньше, чем через месяц. Но только за вычетом штрафа, который покроет наши убытки. А вы, я смотрю, не упустите случай нажиться на ситуации? Вы не расслышали, Женя. Штраф покрывает убытки банка. Но если вы подождете хотя бы месяц, мы разойдемся, вообще ничего не потеряем. Нет, ну чего еще от вас толстосумов ждать? Вам нет дела до меня и до моих обстоятельств. Вам важна только ваша выгода. Я хоть половину-то смогу получить? Если честно, Женя, я от вас такого не ожидал. Что, давно правды не слышали? Я ценю правду. Только в ваших словах ее нет. Только предвзятость. И вообще я удивлен, хорошо зная вашу семью, насколько вы неприятный человек. Так, когда, где и сколько я смогу получить. Ну хорошо. Я отдам вам всю сумму. И сделаю для вас это исключение. Только ради вашей сестры. Рита мне не сестра. Я имею в виду Свету. Света вам сестра? К сожалению, да. Ой, Света, здравствуй. Ты что, решила сегодня у нас перекусить? Ты не знаю, может быть. Знаешь что, давай ты присаживайся, определяйся, а я приготовлю нам кофе. Хорошо? Хорошо. Садись. Света, ты у нас такая редкая гостья. А чтобы вот так днем зайти, ну это вообще редкость. Я даже не понимаю, ноги как-то сами сюда привели. Вроде на работу шла. Ну молодец, что пришла. Света, ты вообще почаще к нам заходи. Ты же знаешь, что мы тебе всегда рады. Спасибо. Ну что, значит ты вышла на работу, да? Да, вчера. А сегодня я прям не понимаю, что со мной происходит. А что такое? Представляешь? Не хочу идти на работу. Ну, да, Света, я, я в общем-то понимаю, почему ты не хочешь туда идти. Рита? Ты что здесь делаешь? Я рассчитывал, мой секретарь уже на работе. Здравствуй. Дед, я тут со Светой по срочному семейному делу. Да? Но у меня к тебе тоже есть срочное дело. Я надеюсь, ты свое закончила? Ну, почти, не совсем. Знаешь что, поехали-ка со мной. С сестрой потом поговоришь. Мы видимся реже. Ну, как скажешь. Дед. А, старая знакомая. Ты Риту не видела? Ну, во-первых, я не старая. Во-вторых, Риты здесь больше не было. Странно, нигде ее нет. Ну, да бог с ней. Слушай, а ты меня обедом не накормишь? Голодный, как волк. К сожалению, не смогу. Я не работаю на кухне, я горничная. А возня с посудой – это что, не работа? И вообще, это же кухня, Врони. Я просто помогаю. А что ты вечером делаешь? Я – ничего. Ну, отлично. Приглашаю тебя поужинать со мной. Какое-нибудь кафе хорошее, знаешь? Дубрава. Замечательно. Ну, тебе ведь, наверное, кажется, что весь мир оказался по одну сторону, а ты по другую, да? Что все вокруг счастливы, а ты осталась одна. Ты знаешь, мне очень тяжело сейчас с людьми. Мне кажется, что моя жизнь остановилась, а у них все идет как обычно. Да, поэтому ты и не хочешь идти на работу. Потому что тебе придется включаться в какие-то обычные дела. Да. Ну, нет, Мил, я, конечно же, все понимаю. Я понимаю, что нельзя вот так просто сидеть. Нужно обязательно себя чем-то занять. Вот, молодец. Молодец, что понимаешь. А то сидеть одной, тосковать, это же можно с ума сойти. Тут просто все вокруг кажется каким-то, каким-то ненужным и глупым. Пустая суета. Ничего. Ну, что ты? Это надо пережить. Как-то перебороть. А потом со временем все станет легче. Да? Конечно. Откуда ты знаешь? Ну, я тоже хоронила близких людей. Наверное, все люди испытывают горе практически одинаково. Хотя потерять любимого человека, это страшнее всего. Тем более в твои годы. Бывает еще страшнее. Вы не волнуйтесь, Александр Дмитриевич. Документы по продлению договора я уже отправила в Москву. Очень хорошо. А все, что подготовила Лидия, отправлено на согласование в Питер. Так что ничего серьезного на сегодня уже не осталось. Ясно. Молодец. Доброе утро. Доброе. Александр Дмитриевич, извините. Вы не позволите мне здесь задержаться? Мне с Ириной нужно еще кое-какие дела решить по фонду. А? Это потом. У меня есть к тебе более важный разговор. Я сам поведу. Пока свободен, понадобишься, я позвоню. Пошли в машину. Нин, спасибо тебе. Нин, спасибо тебе. Ты меня очень, ты меня очень поддержала. Жалко только, что я тебе всего не могу рассказать. Ну, ничего. Придет время. Ты придешь ко мне вечерком, сядешь вот так же и расскажешь все-все-все, все, что захочешь. И тебе сразу станет легко. Да. Еще раз спасибо. Ну что, ну вот. Теперь мне уже легче. И я все-таки пойду на работу. И тут входит Рита с каким-то парнем. Она его оставляет, а сама уходит. Знаешь, какой-то странный этот парень. Что же у него странного-то такого? Да я не пойму, что у него на уме. Он то ведет себя вежливо, то вдруг неожиданно нагло. Долго вы с ним общались? Да нет. Несколькими фразами перекинулись и все. Но знаешь, я в какой-то момент даже растерялась. О как. Это же должен быть какой-то уникальный субъект, чтобы ты его так взяла и растерялась. А самое главное, что я не могу понять, сколько ему лет. Он вроде бы выглядит младше меня. А с другой стороны, ведет себя так, как будто намного старше. Кем же он оказался-то в результате? Да не знаю. Я сначала подумала, что это брат Рит. Но он сказал, что нет. И сразу же пригласил меня в кафе. Ну, а ты чего? А я согласилась. Привет, Свет. Хорошо, что мы встретились. Как раз хотел с тобой поговорить. Олег, извини, я и так уже опоздала. Подожди, я только что общался с твоим братом. С Женей? А что он здесь делал? Ты понимаешь, его деньги лежат в нашем банке. И он приходил, чтобы выяснить, когда и как он сможет их забрать. А почему сюда, а не в банк? Там были кое-какие проблемы. К тому же, насколько я понял, он хотел пообщаться лично и как можно скорее. Ну, и как? Вы разобрались? Да, мы разобрались. Он может забрать свои деньги в любое удобное для него время. Ну, что ж, спасибо. Только я не понимаю, при чем тут я? Свет, ты извини меня. Я, наверное, не в свои дела вмешиваюсь. Но мне показалось странным, как он на тебе говорит. Вы что, в ссоре? А это действительно не твое дело. Подожди, Свет. А почему ты не хочешь со мной говорить? Представляешь, я даже не смогла ему отказать. Я не знаю, что со мной произошло. Как-то странно. Ну, ты знаешь, у меня просто слов кит. Вот так. Я иду в кафе с незнакомым человеком. Со мной такого с класса шестого не происходило. Ты знаешь, это, конечно, очень как-то все странно. Вот так вот идти на свидание с человеком, знаю только его имя. А я и имени его не знаю. Олег, я умоляю тебя, у меня совершенно нет сил. Бедная моя, тебе так больно? Да, мне больно. Олег, ну оставь меня. Я с собой-то еле справляюсь. А на борьбу с тобой у меня уже совершенно не хватает сил. Зачем со мной бороться? Я же тебе не враг. Да ты худшая из всех врагов. Мне тебя так не хватает. Я еле сдерживаю себя, когда тебя вижу. А ты мучаешь меня этими разговорами. Света. Света. Олег, ну пожалуйста, ну ты можешь мне помочь? Чтобы ты знала, как мне тебя не хватает. Олег, ну это ты нечестный. Когда я вчера видел тебя в нашей комнате, я понял, как же я скучала без тебя. Олег, не надо! Даша, ну ты сдурела, да? Ты идешь с человеком, которого видишь первый раз в жизни на свидание. Он ее пригласил. Даша, не ходи. Как это не ходи? Что значит не ходи? Ты представь себе какое-то приключение. Обязательно пойду. Ну и куда тебя это заведет? Ты же сама говорила, я не понимаю, как я согласилась, что со мной было, меня куда-то понесло. Да может он этот, маниакальный гипнотизер. Ты думаешь? Как интересно, маньяк. Слушай, ну, ты знаешь, что сейчас с девушками происходит? Их затаскивают неизвестно куда, всякие неизвестно кто. И крадут. И знаешь, куда увозят? Ну что ты такое выдумываешь? Еще скажи, что он инопланетянин. И увезет меня с собой в свою инопланетную галактику. Я тебе другое скажу. Я тебе знаешь, что скажу? Ты! Легкомысленная девица! Ты обязана сделать все, чтобы Юля была счастлива. А я должна сделать все, чтобы тебя у нее не отнять. Светочка, ты чего? Юля, прости, я просто задумалась. Я тебя искала все утро. Ты где была? Да, я задержалась сегодня. Так, понятно. То есть ты не встретил Риту? Риту? А она была? Да, она зачем-то зашла к Олегу. Я не знаю зачем, неважно. Я знаешь, что хотела тебе сказать? Что мы так с тобой прекрасно поговорили вчера. Да. И у меня прям проблем как будто не стало. Так стало легко. И канарейка еще появилась. Да, очень вовремя. Да, мы ее прям наколдовали с тобой. Олег ее внес. Ну и как она? Поет? Поет. Да, все хорошо, ощебечет. Такая веселая. Можешь думать обо мне все что угодно. А я пойду с тобой. Это еще зачем? Буду блюсти твое это. Целомудрие. Ой, тоже мне охранник нашелся. Не надо, ты все испортишь. Ничего я не испорчу. Я не буду вмешиваться, я тебе обещаю. Если не потребуется, сяду просто за соседним столиком, возьму два пива, попью, посмотрю на него. Я против. Мне охрана не нужна. Дашенька, ну давай не будем спорить. Я все-таки садовник в этом доме. Должен же я охранять самый чудесный цветочек. Знаешь, я тебе еще благодарна за то, что я наконец поняла, мне нельзя отчаиваться. Да, это правда. Никогда нельзя отчаиваться. И еще мне стало стыдно. Потому что только я подумаю, что Олег про меня совсем забыл, как он раз и появляется, и вспоминает, и что-то такое делает. Какая ты молодец, Юль. Ты мудрая. Да, я да. Нет, мудрость нам нужна. Для того, чтобы детей хорошо воспитывать, для того, чтобы семья дружная была. Да? А ты будешь хорошей мамой. И хорошей женой. Да-да-да, ты можешь, чтобы не сглазить. Все, пойдем. Куда? Ну как куда? Ты что забыла? Помнишь, что ты мне обещала? Что? Так. Ну-ка, пошли. Саша, ты хотел поговорить со мной о чем-то важном, но промолчал всю дорогу. Что-то случилось? Рита, что ты думаешь о Борисе? В каком смысле? В прямом. Что ты о нем думаешь? Я думаю, что он твой сын. В каком смысле? Во всех смыслах. У него деловая хватка, умение владеть своими эмоциями, он весь в тебя. Ну, это объективно. Лично. Как ты к нему относишься? Положительно отношусь. Я думаю, что работать с ним будет очень интересно, хотя, конечно, трудно. Трудно? Ну, он же завалит работу и не даст спуску. Ну, что ты еще скажешь о нем? Лично от себя. Он активный, энергичный, вежливый, самостоятельный. Я только никак не могу понять, к чему эти вопросы, Александр Дмитриевич. Не догадываешься? Нет. А ты подумай. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, кто вы такой мужчина? Как сюда попали? Меня зовут Эдуард. У меня позвонил врач и сказал, что нужно срочно приехать. Какой врач? И кто вам сказал, что сюда можно заходить? Врача не помню. В общем, я ищу своего друга. Он здесь у вас лежит, только, ну, мне кажется, что его перевели в другую палату. Может, вы подскажете. Андрей Ленин. Ищет он. А куда вы идете? Ну, как, ну, туда? А вы знаете, что сюда пускают? Только с разрешения главврача. Ну, да. Да-да-да. А если как раз я есть по разрешению главврача? Хорошо. А оно должно быть письменное. Можете предъявить? Нет. Нет. Тогда прошу на выход. Послушайте, девушка, мне, правда, необходимо, необходимо с ним поговорить. Ну? Это вопрос жизни и смерти. Ну, пожалуйста, войдите в положение. Помогите. А вы его родственник? Нет. Нет. Ну, тогда расслабьтесь. У вас нет шансов. Прошу. Ты никак не можешь мне простить проверки его резюме? Да я не о том, что ты думаешь о нем, как о мужчине. Я думаю о Борисе, как о мужчине? Прости, но таким вопросом ты ставишь меня в тупик. Почему? Очень простой вопрос. Отвечать на который очень опасно. Опасно? Да. Если я тебе скажу, что он мне не нравится, я тебя обижу. Если я скажу, что он мне нравится, я тебя тоже обижу. Что ты хочешь услышать? Правду. Саша, у тебя прекрасные сыновья. но ты мне нравишься больше. Ну вот. Тебе какой-то сет больше нравится? Смотри, здесь есть синий, красный, морковный, желтый, зеленый. А тебе самой какой больше нравится? Синий. Прекрасный цвет. А где ты хочешь его повесить? Я уже решила. Тут. Хорошо? Знаешь, что я думаю? Может быть, не будем писать слово люблю? Может быть, рисуем сердечко? Ну и не красный цвет мы закрасим, чтобы не банально было как-нибудь там селялоном розовым. И блёсточки. Мне кажется, не может быть банально, когда это такие слова, они не требуют украшения. Ведь мы же не для глаз это делаем, а для сердца. Ну да, ты, конечно, права. Хорошо. Ну что, начнём? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok